Преподобный Исаак Сирин О божественных тайнах и о духовной жизни Новооткрытые тексты Второй том писаний Мар Исаака Сирина Епископа Неневийского Беседа первая Послание к Мар Ишозека Об особенностях жизни в безмолвии Пишу я это из горячей любви моей к тебе Которая такова, что даже по ночам беседую я с тобой во сне Ибо любовь постоянно переступает предел Это то, что сам ты тоже желал обрести Начало всей нашей жизни в Боге, брат мой Заключается в том, чтобы в вере твоей Ты был здрав Когда движешься по пути По движничеству твоего Дабы благодаря этому Вкусил ты всю сладость Которую вместил Дух Святые Писания Не о том, как исповедуешь ты Бога, говорю я Ибо излишне упоминать об этом тем Кто оставил мир и последовал за Богом Но будь тверд в надежде твоей С несомненной верой во все те блага Которые встречаются на этом пути И которые в Святых Писаниях переданы нам Их достигли и достигают подвижники Когда слышишь ты свидетельство отцов О славе отшельнической жизни Исполненной тайн В Писаниях их Дух Святой, как побуждение Они были первыми Не отчаивайся, когда Ибо ты достигнешь развлечения этих вещей Уже с тобой, хотя Дух Дал тебе предвкушение Их некоторое время назад Они твои Но пока еще не время Знает Господь время Когда следует их даровать тебе Ибо для тебя И для подобных тебе Уготованы им эти блага Либо здесь Либо там Но во всяком случае Они твои Если только пребываешь ты В монастыре В соответствии с волей Венчающего тебя Он тоже желает даровать их тебе Но ты еще не способен принять их так Как хотелось бы тебе Пока, когда придет время их Сам Господь Не воспламенит в тебе Познание их Без просьбы С твоей стороны Берегись Чтобы не стать тебе Неверующим Когда ищешь ты Но не находишь их вблизи Чтобы от этого Не родилось тебе нечто Что ты совсем не ищешь И о чем не знаешь Ибо неверие Влечет за собой Наказание Не говори Много времени я трудился И ничего не обрел Или действительность Не соответствует Громким словам Берегись этой мысли Ибо наказание Следует сразу же За неверием Сердце, которое Не верует Осуждено Что есть наказание То, чтобы От этого Впал ты в отчаяние Из-за Бога Оставленности Родившийся От неверия Твоего Отчаяние Отчаяние Придаст тебя В руки Уныния А уныние Придаст тебя Расслабленности Последний Уведет тебя От надежды Твоей Из того Что может Случиться С тобой Нет ничего Хуже Знай Брат мой Возлюбленный Друг души Мои Что безмолвие И всякое Существующее Подвижничество В соответствии С временем И постоянством В них Приносят Плоды Свои Безмолвие И покой Келии Соответствует Постоянству И бдительности Согласно Некоему Святому Старцу Если Лишен ты Постоянства И равномерности В служении Своем Не ожидай Истинного Утешения Которое Приходит От них Не укоренен Ты даже В обычном Исполнении Их Которым Свойственно Утомление Их И поскольку Ты постоянно Только начинаешь А также По причине Большого Расстояния Между тобой И теми Благами Которых Ты ожидаешь Оказываешься Ты Не преуспевшим Ни в чем Еще Прежде Чем Это служение Начало Приносить Плоды Ты Отошел От него Всякий Образ Жизни В котором Нет Постоянства И который Кратковременен Окажется Также Бесплодным Говоря Так Я Не хочу Смутить Тебя Но Показываю Я тебе Цель И Путь Возьми Себе В пример Посаженное Дерево За которым Ухаживает Немудрый Человек Когда Распускает Оно Первые Листья Свои И появляются На нем Свежие Почки Не поливает Он его Регулярно И Увидает И Иссыхает То дерево И снова Долгое Время Проходит Пока Сила воды Не повлияет На него И не напитается Оно силой Из почвы И не оживет А может Может быть Человек Тот Часто Пересаживает Его С одного Места На другое И регулярно Повреждает Корень Его Постоянно Ударяя По нему Чем-нибудь И при всем Том Он Удивляется Что Не приносит Оно Нам Плодов Точно То же Самое Происходит Человеком Необученным Не исходя Из образа Жизни Своего Судит Он Дела Свои Но То Что Считает Он Подходящим Для Себя Просит У Бога Как Будто Не имеет Он Того Что Заслуживает Я Оставляю В стороне Тайны Разума На Основе Которых Бог Намеревается Судить Дела Человеческие Но Даже Эти Внешние Стороны Подвижничества Спросит Он С нас Соблюдаем Ли Мы Хотя Бо Внешний Порядок Соответственно Чину Его Когда Не хватает Человеку Чего-либо Из того Что Необходимо Для Образа Жизни Его Не Может Он Спокойно Совершить Течение Своё И Получить Венец Свой Ибо Во Время Увенчания Эта Самая Нехватка Поколеблет И Смутит Око Души Его Но Справедливо Чтобы Всем Необходимым Был Снабжен Образ Жизни Его Относится Ли То К Телу Или К Душе Как Корм Чей Если Лишен Одной Части Корабельного Снаряжения Не Может Выйти В море В море Даже Ненадолго Пока Не Приобретет Полностью Снасти И Не Поместит Их Все На Своем Корабле Точно Так же Происходит С тем Кто Идет По Пути Одиночества И Желает Насладиться Плодами Его И Обрести Надежду На Бога В душе Своей И Если Не Хватает Ему Хотя Бы Самой Малой Части Из Того Что Не Обходимо В Путешествии Это Самая Малость Которой Нет Делает Бесполезным Все Остальное В ту Минуту Когда Надо Воспользоваться Ею Ибо Этот Образ Жизни Прежде Всего Требует Времени И Постоянства В нем Ибо Если Невозможно Для Человека Научиться Мирским Искусством Пока Не Приведет Он Долгое Время Постоянно Упражняюсь В них И Только Тогда Разум Его Постигает Смысл И Способ Исполнения Того Искусства Которое Намеревается Он Изучить Насколько Более Относится Это К нам И Если Видимое Очами Искусство Требует Такого Времени И Постоянного Упражнения Насколько Более Требует Этого Духовное Искусство Которого Око Не Видит И Неизвестно У кого Можно Научиться Этому И Требует Это Великой Чистоты И Учитель Этому Дух И Искусство Это Сокровенно А Наносящий Ему Вред Бесплотный Требует Оно Долгого Времени И Постоянства В делании Так же И тело Все время Действует Обманчиво Против Обучающегося Этому Искусству И препятствия Которые Оно Создает Многие И Неисчислимы Поэтому О Человек Прежде Всего Времени Требует Такой Образ Жизни И Постоянства В нем А Так же Усердие Ибо На этом Пути Человек Усердствует В трудах Претерпевая Одиночество И Скорби Его Ибо Это Самое Тяжелое И Трудное В Подвижничестве По Причине Множества Борений Происходящих Из-за Удаления От Всех Поэтому Следует Ему Не Оставлять Вскоре То Что Он Начал Но Усердствовать В этом Словно Рождающее В муках Своих Пока Не Завершит Он Это Требуется От Него Так же Равномерность Подвижничества Дабы Во Всяком Роде Трудов Равномерно Было Подвижничество Его Не Должен Он Быть Богат Только В Одном Или Двух Трудах Которые Нравятся Ему Соответственно Желанию Воли Его И Не Только В Них Трудиться Будучи Лишенным Других Которые Более Не Обходимы Но Равномерным Должно Должно Быть Подвижничество Его Во всех Составных Частях Своих Благодаря Исполнению Всех Трудов Добродетели Чтению Должна Соответствовать Служба И Службе Поклоны И Поклоном Пост И Посту Ночные Бдения А с ними Сокровенное Служение Разума Чтобы Когда Тело Трудится Сердце Не Было Расслабленным И Оставленным Но Сила Разумения Которые В нем Знает Что Находится Внутри Видимого Естества Ибо Все Труды Которые Требуются Для Пользы Его Совершает Видимое Тело Когда Видит Демона Человека Который Благодаря Равномерности Служения И Умеренности Трудов Своих Движется Во свете Ума Своего Тогда Посредством Неравномерности Борются Они С ним Чтобы Он Или Уменьшил Или Увеличил Один Из То и Другое Одинаково Вредно Ибо Тип Телосложения Влияет На Изменение Подвижничества Когда В одной Из частей Есть Неравномерность Тотчас Производят Неравномерность Смертение Отчего Происходят И Болезни Точно Так же С этими Трудами Подвижничества Когда Добавляется Одна Из Тех Вещей Которые Способствуют Восстановлению Здоровья Души Происходит То же Самое Что И При Отнятии Одной Из Вещей Ибо Как Из-за Увеличения Так Из-за Уменьшения Появляется Тьма В Душе Ведь Демоны Весьма Боятся Равномерности А потому Если Не могут Они Воспрепятствовать Ревности Его Под разными Предлогами И Остановить Непрерывное Продвижение Его Или Осквернить Подвижничество Его Они Борются С ним Посредством Его Собственной Горячности Нагружая Его Чрезмерными Подвигами Дабы Упал Он Под Их Тяжесть Мудрый Же Человек Будет Одинаково Избегать Как Ленности Так И Увеличения Нагрузки Все Что Происходит Умеренно Делается По Порядку Когда Выходит Кто-либо За Этот Предел Появляется Смущение А Когда Смущен Человек Не Знает Он Что Делает Необходимо Ему Так же Всячески Презирать Тело Дабы Обычай Держался Он Во всех Делах Своих Дабы Не требовал Он Во всем Строгого Порядка Во всех Деталях Но Должен Он Приобрести Презрение Ко Всем Здешним Порядкам Исполняет Только То Что Необходимо Ибо Не Сможет Он Управлять Всеми Делами Своими Если Предастся Этому И Широта Сердца Так Так Необходимо Дабы Не Решался Он Надежды В Тех Враждебных Переменах Которые Случаются С Ним Ради Испытания Его И ради Возрастания Познания Его Ибо Необходимо Чтобы Чтобы Он Умудрился В Этому Что Правильно И Что Неправильно Как Хорошо Сказал Павел Да Будет Совершенен Божий Человек Ко Всякому Доброму Делу Приготовлен Что Достигается Упражнением И Упорством Итак Переноси Страдания Как Добрый Воин Иисуса Христа Нет Никого Кто Выиграл Битву Без Мудрости И Никто Не Приобретает Мудрость Без Борьбы Согласно Евагрию Насколько Преуспевает Душа В Добродетели Настолько Же Сильные Враги Встречают Е И Лишина Добродетели Та Душа У Которой Нет Борьбы И Добродетель Получила Имя Свое От Того Что Благодаря Различным Искушениям Через Которые Она Прошла Прославилась Она И Удостоилась Венца Многое Долготерпение Также Требуется Чтобы Не Сделался Он Молодушным В Ожидание Своем Если Ожидает Он Но Не Получает Сразу Или Если Просит Но Не Дается Ему Так Как Он Этого Ожидает Или Если Очень Долго Ждет Он Ответа На Просьбу Свою Не Должен Он Сомневаться В Надежде Своей Или Становиться Обезумевшим Унылым И Болезненным Совести Своей Кроме Того После Всего Этого Прежде Всего Этого И Более Всего Этого Как Упомянул Я Вначале Требуется Также Безмолвие Тела И Истинная Вера Души Ибо Они Вмещают В себя Другие Вещи О которых Говорилось И При Условии Заботы Со стороны Самого Человека Доводят Ибо Без Них Нет Никакой Возможности Чтобы Упомянутые Вещи Были Совершены Безмолвие Необходимо Ибо Оно Предохраняет Чувства От Внешнего Смятения И Способствует Трудам Телесным И Душевным Благодаря Миру Который Дает Оно В силу Свойственной Ему Свободы И Благодаря Сознательности Обитающей В теле И душе А также Прекращению Внешней Активности Добровольному Ли Или Случайному И Вера Также Необходимо Для Укрепления Его В надежде Дабы С радостью Притерпевал Он Все Опасности Приключающиеся С ним Ради Этих Божественных Благ Дабы Даже Смертью Не Был Он Напуган И Не Страдал Как Существо Телесное Но Уподоблялся Тому Кто Обладает Сверхтелесной Надеждой У Кого Мужественное Сердце И Кто Уверен В Боге Каждый День Ожидает Он Исхода Из Тела И В мысли Своей Он На всякое Время Рождает В муках Ту Будущую Надежду Ради Которой Страждит Он Каждый День И Ради Которой Добровольно Претерпевает Все Эти Трудности Дабы Безопасно Достичь Воскресения Из Мертвых Ибо Наслаждение Надежды Которая От Веры Имеет Обыкновение Бросать Вызов Всем Трудностям По Мере Увеличения Трудов Изливается Благодать Но Только Когда Сопутствует Им Постоянство И По Мере Увеличения Упования Уменьшаются В Человеке Страсть А По Мере Воссияния Мудрости Входит Человек В Радость Ибо В Мудрости Соединен Он С Богом И Окутан Любовью Его И Освобожден Он От Союза Со Страстями И В Радости Преодолевает Он Все Скорби Для Радости Легко Даже Вовсе Забыть Мир И Тело Необходимо Нам Просить Бога Даровать Нам Способность Распознавать Духов И Отличать Истинные Откровения От Бесовских А Видение Святых Сил От Явлений Сатаны В Снах же Отличать Те Побуждения Что Приходят От Ангелов От Тех Что Приходят От Демонов И От Тех Что Порождены Душой А Помыслы Которые Возникают В Уме Из-за Этих Трех Побуждений Должен Познавать Человек И Отличать В Том Что Свойственно Каждому Из Них Как Говорят Отцы Покой От Беспокойства Мир От Смятения Радость И Уверенность От Страха И Скорби Названные Первым Естественно Тогда Как Последние Чуждого Происхождения Принадлежат Ли Они К Помыслам И Снам Или Возникают В Чувствах Или Появляются Через Прикосновения Что Ж До Движений Души То Очевидно Что Ничего Из Этого Не Соединено С Ними Ни Радость Ни Скорбь Ни Беспокойство Ни Мир Но Они Суть Обычные Движения Которые Проходят Мимо Не 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 Ничего Под Движениями Души Должен Ты Понимать Те Что Появляются До Того Как Вошел Ты В Естественную Область Души Которая Есть Просветленность Известно Также Что Движения Которые Возникают Из-за Тела Отличаются От Движений Связанных С Вожделением И Чем Либо Другим В Этом Роде Когда Тело Возбуждается И Выходит Из-под Контроля Но Естество Спокойно Требует Необходимого Оставаясь Успокоенным В Движениях Своих Ибо В том Что Создал Бог Нет Беспорядка Но Полную Умеренность И Порядок Дает Он Естеству Человеческому Когда Когда Некая Чуждая Деятельность Примешивается К ним То Есть К Естественным Движениям Которые В Нас Будем Знать Что Это От Беспорядка Смятения И Смущений Которые Возникают В Нас Или Через Телесное Знание Или Через Помыслы И Воспоминания О Различных Событиях Или Через Случайные Обстоятельства Будем Понимать Их Так Как Мы Сказали Насколько Они Могут Быть Постигнуты Когда Благодать Рядом Вот Те Вещи Которые Должен Человек Напоминать Другу Своему Всегда Чтобы Тот Вспоминал И Размышлял О них Постоянно Пост Молитва И Прочие Известны Всем И Легки Для Всех Хотя В своем Месте Не Приминуя Указать На Помощь Происходящую От Этих Деланий А Также От Тех Которые Многим Кажутся Незначительными Хотя Некоторыми Из К К Плодам Их Не Всякий Близок И Особенно Поскольку Не Сознают Они Даже Ту Значимость Которую Должны Они Придавать Тому Что Исполняют Ведь Нет У них Порядка И Равномерность В Исполнении Этого Не Обретается И Нет У Них Меры И Не Хватает Им Времени И Делание Их Не Умеренно И Непостоянно Что Более Немощно Чем Капля Воды Но Не Они Ли Благодаря Продолжительности И Постоянству Даже Камни Подтачивают И Глубокие Отверстия В Крепких Скалах Проделывают Так И Постоянное Служение Даже Если Оно Незначительно Благодаря Постоянству Собирает Оно Великие Сокровища Теперь Покажу Я тебе Легкое Правило Полезное Для Немощного Благодаря Ему Легко Преуспевает Человек А Наслаждение Которое Рождается От него Весьма Скоро Достаточно Для того Чтобы Привести Разум К Постоянному Соблюдению Его Так что Без Принуждения И Спокойно Можешь Ты Исполнять Служение Его С ревностью Оно Таково Поскольку Утомляется Немощное Тело От Беспрерывного Стояния На ногах При Исполнении Обычных Служб И По этой Причине Весьма Часто Не Удаются Тебе Те Постоянные Молитвы Которые Совершаются При Участии Тела Из Которых Рождается Молитва В Сердце Многократно Падай На лицо Твое Возле Седалища Твоего Точно Так Как Описано Твоей Рукой И Усердствуй В Молении Дабы И Собеседование С Писанием Примешивалось К Молитве Твоей Тогда Свет Который Получишь Ты От Этих Двух Деланий Воссияет В Тебе Для Наслаждения Души Твоей И Усладительной Станет Для Тебя Молитва Благодаря Чтению И Будешь Ты Снова Озарен В Чтении Посредством Ключей Молитвы И Бо В Молитве Открывается Перед Разумом Дверь Прозрений А Они В свою Очередь Благодаря Восхитительности Своей Возбуждают Снова Желание Молиться В Соответствии С Созерцанием Происходящим От Них Ибо Молитва Которая Пробуждается Благодаря Созерцанию Необычно Сильно Связывает Она Разум Так Что Он Становится Собранным И Без Усилия Порождает Молитвы Жаркие И Чистые Не Всегда Способен Человек Устоять Перед Силой Прозрений Или Свободно Пользоваться Чувствами Своими Ибо Много Раз Случается Что Слишком Сильны Они Для Того Чтобы Человек Мог Обратиться К себе И Начать Молитву Ибо Весьма Часто Не Остается Силы В душе Обратиться К чувствам И Оперировать Ими Или Пользоваться Телом Естественным Способом Ибо Побеждена Она Мощью Изумления Но Не так Обстоит Дело Со Всеми Прозрениями Есть Прозрения Порождающие Молитву А есть Порождающие Тишину Кто Испытал Эти Состояния Поймет Различие Между Ними Итак Брат Мой Если Более Высокое Невозможно Для Нас Будем Действовать Так Как Я Сказал Постоянно Вставая С места Нашего Сверх Седмерицы Служб Установленный Из-за Немоща Тела Не Будем Уклоняться От Этого Получив Споможение Ибо Праздность Порождает Смерть Даже В немощи Таким Образом Как Я Написал Выше Много Раз Падай На Лицо Твое Возле Седалища Твоего И Если Книга В руках Твоих Или Какое Либо Рукоделие Отложи И Пади На Лицо Твое И Усердно Помолись Пусть Будет Это Правилом Твоим В течение Всей Жизни Твоей На Всяком Месте И во Всякой Местности На Которых Которых Окажешься Ты Будь То В пустыне Или Где-то В Населенном Пункте Когда Ты На Едине С С С С С С По Ничтожеству Своему Не Способен Я Указать Тебе На То Что Родится Для Тебя Из Этого Даже Если Напишу Десять Тысяч Сочинений На Эту Тему Не из Страха Совершаем Мы Телесные Труды Наши И Соблюдаем Трезвение Души Нашей Но Потому Что Знаем Телесный Покой Удаляет Нас От Бога А Разум Наш Удаляет Он От Того Размышления О Нем От Которого Рождается Любовь К Нему В Душе Нашей Ненавистно Нам Так же Рассеянность И Избегаем Мы Беседы С Прекрасными И Возлюбленными Братьями Нашими Не Потому Что Мы Гнушаемся Ими И Не Потому Что Они Не Лучше Нас Ведь Каждый День Прибегаем Мы К Их Молитве Но Потому Что Лишаемся Мы Наслаждения В Господе Нашем Постоянно Пребывая С Людьми И Ибо Одиночество Соединяет Нас С Богом Ибо Именно Поэтому Они Из страха Перед Гиенскими Казнями Соблюдаем Мы Правила Заботимся О них И Старательно Исполняем Их Но Потому Что В Них Заключается Собеседование С Богом И Память О Нем Устанавливают Они В Нас Ибо Все Что Ради Него И Во Имя Его Благодаря Воспоминанию Возвышаемся Мы К Нему Постоянное Памятование О Нем Порождается В Нас Постоянным Памятованием О Частностях А Именно О Том Что Не Должны Мы Без Уважительных Причин Оставлять Время Молитвы Если Же Случайно Нарушим Мы Правила Не Должны Мы Оставаться Без Покаяния Должны Мы Также Принуждать Себя Совершать Поклоны Во Время Службы Даже Если Мы Очень Больны Весьма Часто Даже На Ложе Нашем Будет Ли Сон Наш Стрезвением И Благоговением Или Же Сдержновением Сердечной Болью Должны Мы Взывать К Богу Во Всякое Время Дабы Сохранил Он Нас От Скверных Помыслов И От Нечистых Сновидений Надо Стремиться К тому Чтобы Сон Охватывал Нас Мы есть Все Что Найдем Кроме Как В Назначенный Час Или О том Что Следует Нам Только Однажды В день Готовить Стол В Прочие Же Часы Ограждать Уста Наши От Вкусных Блюд За Исключением Того Случая Когда Находимся Мы В Великой Немощи Проистекающей От Болезни Или О том Что Нельзя Нам Обнажать Тела Наши И Внимательно Рассматривать Члены Наши Когда Они Не Покрыты Одеждой Или О том Что Не Следует Нам Постоянно Прикасаться К Телу Нашему Как Делают Распущенные И Недисциплинированные Люди Или О том Что Должны Мы Соблюдать Постоянную Тишину Когда Случится Нам Быть Вне Келии Если Же Человек Встретит Нас Должны Мы Свести Беседу К Самому Необходимому И Тратить Слова Свои Только На Полезные А Не На Бесполезные Разговоры Шутки И Смех Или О том Что Взор Наш Должен Постоянно Быть Собранным И Что Должны Мы Соблюдать Благопристойность В Чувствах Наших Или О том Что Должны Мы Являть Признаки Сокрушенности На Лицах Наших Когда Взираем Мы Постоянно И Во Всякое Время На Предмет Страдания Господа Нашего Ибо От Этого К Воспоминанию О том Что Перенес Он Ради Рода Человеческого Возвышаемся Мы И К той Любви Которую Явил Он Нам И К тем Обетованиям Которые Дал Он Нам И К той Надежде Которая Уготована Роду Людскому В Новом Веке Особенно Же Христианам Это Вещи Которые Открылись Всем Благодаря Пришествию Христа В мир Сей И Через Него Открылся Нам Доступ К Богу По Слову Апостола Один Человек Умер За Многих И Принесением Тела Своего Соединил Он Мир С Отцом Своим Избавил Нас От Порабощения Демоном И Спас Нас От Тиранической Власти Их Поэтому И Служим Мы Богу И Познаем Создателя Нашего Поскольку На Всяком Месте Служим Мы И Поклоняемся Ему Не Боимся Мы Ничего В Отличии От Прежних Поколений Которые Трепетали Перед Демонами И Что Это За Упование Проповеданное Нам Если Уже Здесь Бывает Человек Опьяненным От Радости Об Этих Благах И Не Знает Где Он Находится И К Какому Знанию Приближаемся Мы Во Христе А Затем Обращается Он К Самому Себе Размышляя О Том Как Во Всем Этом Бог Бывает Оскорбляем Нами И Как Гнушаемся Мы Тем Что Он Любит И Заповедями Его Несмотря На То Что Они Способствуют Спасению Жизни Нашей И Помогают Нам Жить Друг От Этих Мыслей Страдание Все Время Отпечатлевается На Лице Нашим Когда Мы Одни Или Когда Случается Нам Быть С Другими Страдание Это Сохраняет Нас От Расслабления А Мысли Эти Отрезвляют Сердце Наше Эти И Подобные Делания Брат Мой Необходимы Не потому Что Принуждает Он Нас Исполнять Их Ибо Некоторые Умники Не знают Даже Причины Этих Деланий И только Взирая На Внешность Их Презирают Целомудренных Братьев За Соблюдение Их И Говорят Этим Братьям Неужели Бог Вергнет Тебя В Гиену Из-за Оставления Этих Деланий Или Неужели Они Приведут Тебя В Царствие Небесное Если Ты Соблюдаешь Их А Тех Кто Соблюдает Их Называют Они Лицемерами И Невеждами Мы Ж Зная О Том Что Рождается От Них Душа Нашей Будем Усердно С Радостью Исполнять Их И Поскольку Сознаем Мы Полезность Их Будем Радоваться Совершая Труды Наши Которые Для Бога И Будем Уповать На Многие Благо Которые Надежды К Великим Благом Возвыш Возвышает Он Нас Благодаря Им Ибо То Что Обретаем Мы Благодаря Этим Малым Деланьем Настолько Более Возвышенно И Славно Чем Они Сами Насколько Огонь Прекраснее Кремня И Железо Того Отчего Оно Происходит Эти Делания Не Только Предохраняют Нас От Узких Путей Ведущих В Пагубу Из-за Небрежения Но Посредством Их Возвышаемся Мы К Славным Вещам Постоянное Помышление Об Этих Малых И Незначительных Вещах Рождает Нас Помышление О Нем И Благодаря Этому Обычному Помышлению По временам Кажется Нам Что Пребываем Мы В Просветленном Собеседовании С Ним И Наполняются Очи Наши Слезами И Ликует Душа Наша От Радости А Иногда Обретаем Мы Себя Словно Мы Уже Достигшими Воскресения Праведных И Ниспадает На Нас Изумление Когда Изведены Мы Благодаря Созерцанию Из Мира Сего Из Жизни И Из О земных Делах И Соединены С Богом Тем Духовным Союзом Который Превыше Мир Так Благодаря Постоянному Помышлению О нем И Частому Собеседованию С ним Рождается В душе Нашей Любовь И Любовью Той Растворяемся Мы В Боге Во всякое Время И Смешивается Жизнь Наша С Духом Его И Предвкушаем Мы Жизнь Будущего Века Кто Удостоился Постоянного Помышления О Боге Тот Удостоивается Также И Постоянного Изумления Богом Занимайся Чтением Не Тем Которое Способствует Приобретению Образованности Но Тем Которое Умерщвляет Страсти Твои И Показывает Тебе Короткий И Прямой Путь К Богу Этот Путь Без Всяких И Быстро Возведет Тебя К просветленному Служению Которое Является Целью Твоего Пребывания В Одиночестве Я Имею Ввиду То Чтение Которое Не Говорит Сбивчиво Перескакивая С одной Темы На Другую И Время От Времени Вводя Предметы Вредящие И Мешающие Твоему Духовному Сверхмирному Размышлению Не Читай То Что Содержит Лож Или То Что Наставляет Без Разбора И Монахов И Мирян Или То Чем Пользуется При Научении Людей Всех Уровней Или Или То Что Ведет Тебя К Приобретению Словесной Спорливости И Научению Мудрости Мира Сего Или То Что Рассказывает Тебя О событиях И Столкновениях Происходивших В Церкви Или Об Установлениях И Делах Царей Об Их Победах И Подвигах Или Полемические Слова И О Провержении Мнений Той Или Иной Стороны В Споре Такие Чтения И Подобные Им Оставим Здоровым Сами же Будучи Больными Воспользуемся Лекарствами То есть Сочинениями Составленными Для Исцеления Страстей Наших И Житиями Святых Которые Были Прежде Нас Ибо Они Проводили Свою Жизнь В Одиночестве Которые Превыше Мира И Рассказами Об Откровениях Которых Удостоились Они И Об Учении Которые Получили Они От Бога Относительно Чина Этого Отшельнического Образа Жизни И О Страданиях И Борениях Которые Происходили С ними Для Их Собственного Научения И Ради Тех Кто Следует По Стопам Их И О Различных Победах И Поражениях Восстаниях И Падениях Которые Они Претерпели Короче Займемся Только Книгами Которые Посвящены Монашескому Пути И Говорят Нам О Его Порядке И Внешней Форме Даже Хлеб Будучи Столь Питательным Не Может Помочь Больному Желудку Чаще Последнее Исцеляется Благодаря Другим Видам Пищи И Лекарством Причем Не хлеб Вреден Но Принимающий Его Желудок Болен Все Хорошо В своем Месте Но Для Нас Это Не Полезно Кто Прежде чем Приобрел Власть Над Помыслами Своими И Победил Рассеянность Когда Чувства Его Еще Больны И Совесть Его Немощна Занимается Чтением Которое Позволяет Ему Выглядеть Ученым Знатоком Толкователем Писаний И Глубокомысленным Тогда Как Он Страстен Тот Не Дугует Стремлением К похвальбе И Невежеством Какое Знание Лучше Чистоты Ибо Она Открывает Разуму Твоему Все Если Вся Твоя Забота О Достижении Ее И Приблизит Она Тебя К Дару Божественного Видения Стремись Научиться Всему Что Сделает Временный Мир Призренным В глазах Твоих И Что Вооружит Тебя Мудростью Против Демонов Уготовляющих Тебе Погибель Это Принесет Тебе Озарение Помыслов И Постоянное Ожидание Исхода Из Тела А Также Освобождение От Похоти Благодаря Воспоминанию О Веке Грядущем Созерцанию И Видение Его Отводи Разум Твой От Воспоминания Похоти Что Было Место В Душе Твоей Для Откровения Вне Достославных Благ Божих Дабы Обогатился Разум Твой Богатством Духовным И Ты Был Постоянно Пленен Любовью Божией Благодаря Изумлению Откровениями Его Пьянеют Праведные Любовью К Богу Хорошо Сказал Один Из Святых Что Души Которые Взирают На Него Забыли Своё Жилище Речь Идёт О Таком Видении Воспоминание О Котором Опьяняет Душу Видение Рождает Любовь По словам Одного Мужа Обличённого В Бога А само Оно По Обетованию Господа Нашего Приобретается Благодаря Чистоте Чистота Не такой Предмет Который Приобретается Благодаря Чтению О Ненужных Вещах Или Множеству Учений Но Устанавливается Она Благодаря Очищению Мысли От Воспоминания О И не Благодаря На То Что Наполняет Тебя Только Знанием Способствующим Гордости Ведь Не для Того Помещены Мы В Монастыре Чтобы Знать Многое Но Но для Того Чтобы Самознание Сияло Из Нашего Подвижничества Говоря Так Я Не Восхваляю Невежество Но Ограничиваю Погоню За Ненужными Вещами Которые Не Очень Не Обходимы На нашем Пути Тогда Как Поиск Их Вредит Заботе О Чистоте Взгляни На Болезнь Свою И Воспользуйся Лекарствами От Нее Узнай О том Что Нужно Для Путешествия Твоего И Тщательно Подготовься К Нему Взгляни На Борьбу Твою И Научись Искусству Ее Умудрись В Учении Твоем И Взыщи Учителей Для Него Хотя Весьма Просвещенные У Тебя Учители Посох Твой Да Будет Постоянно В Руке Твоей В море Без посоха Не входи И Во тьме Без жезла Не ходи Собак Отгонит Он Змей Поразит Он Море Коснется Он Диких Зверей Прогонит Он Он Клю Клю Немощных Называл Его Блаженный Иоанн Опирайся На него И Никогда Не Упадешь Ибо Нет Помощника Подобного Богу И Те Кто Стучится С Усердием Получит Все Блажен Кто Помнит На Всяком Месте Что Не Должен Он Пренебрегать Этим А Именно Постоянной Молитвой Постоянной Памятью О Боге Кто Постоянно Молится Тот Постоянно Помнит О Боге А кто Постоянно Помнит О Боге Тот Жилище Духа Мысль О Боге Сама Является Молитвой А разум В котором Мысли О нем Постоянно Вращаются Постоянно Пребывает В молитве И Ни на миг Не Остается Праздным Молитва Есть Не только Повторение Слов Но и То чувство Которое Пробуждается В глубинах Ума По отношению К Божественному Бытию Благодаря Постоянному Размышлению О нем По временам Пробуждается Разум Взирая На него Словно В изумлении И Соединяются Движения Его С Духом И Неизреченным Образом Видит Он Его Близко Блажен Кто Постоянно И без Смущения Ожидает У двери Его Не Не Уповай На Познание Себя Чтобы Не Оказаться Тебе Оставленным В руках Демонов И Чтобы Не Ввергли Они Тебя В Сети Ухищрений Своих И Чтобы Не Окружили Они Тебя Мучениями И Чтобы Не Впал Ты В Смятение Так Чтобы Не Знать Даже Где Ты Находишься Без Моления Не Простирай Ногу Твою В Путешествие Особенно На Темных Путях Да Не Утихнет Моление В Устах Твоих И Да Сопутствует Ему Исповедание Немощи Твоей И Невежества Так Чтобы По Крайней Мере За Смирение Твое Получил Ты Милость Хотя Ты И Недостоин Где Отсутствует Деятельность Там Смирение И Исповедание Полностью Принимает Бог Вместо Нее Из-за Дела Которые Несовершены Получает Награду Тот Кто Смирился Дорог Для Бога Тот Кто Из-за Отсутствия У Него Необходимого Пребывает В Смирении Больше Чем Тот Кто По Причине Обилия Деланий Своих Думает Что Делает Одолжение Богу Тот же Кто Обладает И служением И Смирением Установил Внутри Себя Два Светила Благодаря Которым Он И Себе Доставляет Удовольствие И Бога Радует На Всякий Миг Когда Отсутствует Первое Второе Добродетель Восполнит Его Недостаток Если Силы Смирения Властвуют Душе Человек Несет Тяжесть Добровольных Трудов Вспоминая О Содеянных Грехах А Без Этого Невозможно Избежать Ежедневных Грехов Или Получить Прощение За Прошлое Прегрешение Хотя И нет У нас Трудов Зато Можем Мы Иметь Чувство Сокрушения В разуме Нашем Что Во всяком Случае Мы Смертны Разума Своего Оставлен Наедине С собой И Заслуживает Порицания От Бога Бог не Столько Нуждается В Продолжительном Служении Сколько В Добродетели Воли Добродетельная Душа Избирается Богом Не Благодаря Делам Но Благодаря Добродетельной Воли Направленной К Нему И Сердцу Страждущему На всякий Миг Подобным Образом Не Отвергает Он Грешную Душу На основании Дел Е Ибо Часто Делам Возбраняется Совершиться По разным Причинам Но И без Участия Воли Совершаются Многие Дела Как Хорошие Так И Плохие Бог же Смотрит На Устремленность Воли На То В чем Она Находит Удовольствие И Достаточно Для Него Добродетели Души Даже Без Дел Если Нет Возможности Для Совершения Дел Как Сказал Блаженный Толкователь Господь Наш Видится В Законодательствах Своих Делающим Тщательное Испытание Воли Души А Не Дел И В другом Месте Как Бы От Лица Господа Говорит Он В соответствии Со Смыслом Слов Его Я Требую Воли И Не Разузнаю О Делах Ибо Довольна Для Меня Души Которая Совершенной Волей Прилепляется К Добродетели Те Кто Под Законом Моисеевым Разузнают О Делах Испытывая Угрызение Совести По Поводу Различных Ошибок Даже Малых Те Же Кто Принадлежат Моему Закону Даже Если Поступают Неправильно Будучи Людьми Прибывают В радости Зная Что Избирают Добродетель Совести Своей О Самоистощании Нет Мне Нужды Напоминать Тебе Нет У нас Намерений Говорить Обо Всем Тем Более Что Не Говорим Мы С Кем То Кто Не Знает Писаний Ибо Ты Хорошо Знаешь Что Без Отречения Этот Монашеский Образ Жизни Несовершенен Этот Путь Есть Путь Бедности И Кто В видимых Предметах Не Верует В Бога Ясно Что Весьма Далек Он В разуме Своем От Надежды На Грядущее Благо И На Те Вещи Сила Истинности Которых Только И Ощущается Разумом Благодаря Вере Вещи О Которых Шла Речь В этом Слове С самого Начала До Настоящего Момент Ведь Именно Надеждой Усовершается Этот Образ Жизни Никто Несущий Бремя Земных Забот Не Воспорит На Небо Как Написано Ибо Никто Связанный Делами Мира Сего Не Может Угодить Избравшему Его Но Напомню Тебе О Том Что Необходимо Если Решился Ты Совершенствоваться В Добродетели Никогда Не Позволяй Себе Смотреть На Женщину И Не Проходи Вблизи Нее Враждебно Воспоминание О Женщинах Этому Монашескому Размышлению Ибо Ты Отшельник Чей Разум Возвышен Над Тленными Вещами И Если Помысел О Них Беспокоит Разум Насколько Больше Зрение Лица Их Или Звук Голоса Их Не Надейся На Старость Или На Добродетель Разума Твоего Не Потому Что Ты По-другому Настроен Но Потому Что Это Полезно Ибо То Что Уже Испытано Многими Людьми Не Должны Мы Стремиться Проверить На Себе Лучше Сиди В келье Твоей И Занимайся Спасением Жизни Твоей Ожидая Исхода Твоего Из Мира Как Человек Который Знает Что Он Смертен Следи За Помыслами Своими И Не Думай О Ком-либо Плохо И Не Смотри На Кого Как На Дурного В Другое Время По-другому Увидишь Ты Его Того Кто Сейчас Кажется Тебе Дурным Дурного По-тому Не Следуя Помыслам Которые Показывают Тебе То Что Хотят Если Есть У Тебя Любовь Она Покроет Так же Ошибки Других Отсутствие Любви Происходит От Помрачения Души Кто Ближнего Своего Не Любит Но Говорит Что Любит Бога Тот Сам Того Не Сознавая Полностью Сбился С Пути Ничто Так Не Прогневляет Бога И Не Противно Ему Как Человек Который Сидя В Кель Думает О Своем Товарище И Сделал Он Келью Свою Судилищем А Сам Он Судья И Судит Он Недостатки Других И При Всем Том Считает Он Себя Кающимся И Говорит В Молитве Как Я Простил Так И Ты Прости Меня Если Тот Кто Судит Должников Своих Вызывает На Себя Великое Осуждение Правосудия Божия Что же Когда Судим Мы Дела На Расстоянии Если Не Можешь Ты Видеть Недостатки И Слабости Других Но Упорствуешь В таких Мыслях Тогда Убирайся Куда Либо В Другое Место Но Как Возможно Нам Видеть Всех Хорошими Если Не Обладаем Мы Безмолвием Будь Мирным И Смиренным Дабы Для Каждого Нашлась У Тебя Милость В Соответствии С Деятельностью Сердца Изменяются Внешние Обстоятельства В зависимости От того Настроена Ли Она На Добрые Дела Или На Искушение Не Будь Обличителем Или Исправителем Кого Либо Не Будь Ревнивцем Или Раздраженным В Душе Твоей Человек Чей Разум Ревнив И Постоянно Возбужден Против Людей Не Может Удостоиться Того Духовного Мира В Котором Зарождаются Прозрения Относительно Доброты Божией К Мирам Ибо От Рассеянности Разума Появляется В Человеке Ревность Поскольку Оставлен Он Думать О Делах Всех Словно Корабль Не Имеющий Кормчего Человеку Который Думает О Злых Делах Людей И Возбуждается Ревностью Невозможно Стать Мертвым Для Мира По двум Причинам Бывает Человек Постоянно Облеченным В ревность О поведении Других Людей Или По гордости Или По глупости Без Этих Двух Причин Человек Не может Преисполниться Ревности Последнее Происходит Или Потому Что Его Собственные Пороки В глазах Его Менее Значительно Чем Пороки Всех Остальных А может Быть Он Думает Что У него Их И Вовсе Нет И Что Поэтому Он Способен Всех Приводить К истине Или Он Считает Что Он Друг Божий Когда Ненавидит Грешников Это Это Поистине Безумный Образ Мыслей Совершенно Чуждый Всякому Познанию Бога Не Знает Он Что Святые Принимали Смерть Всех Родов Ради Злодеев И Убийц Чтобы Любовью Вывести Их На Путь К Богу Те Кто Познал Промысл Бога И Кто Полностью Удостоился Разуметь Волю Его Умирают Ради Грешников По Подобию Сына Божия О Христос Возвышена Сила Наслаждения Надежды Твоей Над Человеческой Мысль Посей Надежду Твою В Помыслах Моих Дабы Через Ощущение Тебя Освободился Разум Мой От Взирания На Земные Вещи Невозможно Господи Для Него Освободиться От Блуждания По Земным Предметам Кроме Как Через Размышления О Тебе И Невозможно Видеть Кого Либо Плохим Если Только Человек Не Полностью Чужд Познание Надежды Твоей И Зрение Его Не Приковано К Земле Как Умоли Удостой Меня Господи Умереть Для Всего И В Этой Мертвости Для Всего Да Удостоюсь Я Восприятия Тайны Новой Жизни Господи Никогда Те Кто Живет Для Мира Сего Не Удостаивались Ощутить То Знание Но Только Те Кто Стал Мертвым Во Время Своей Жизни Ради Этой Истинной Надежды Уготованной Нам И Кто На Всякое Время Молитву Со Слезами Приносит Богу С Сильной Любовью Молясь О Том Чтобы Никто Из Рода Человеческого Не Был Оставлен Вне Того Наслаждения Вот Образ Мысли Святых И Вот Причина Сокрушения Которые Постоянно Присутствуют В Разуме Их И Вот Молитва Их Которую На Всякое Время Приносят Они Богу И С Этой Волей Получают Они Дар С Которым Не Может Сравниться Мир От Той Богатой Сокровищницы Божьей Блажен Человек Который Познал То Что Рождается От Любви К К И То Насколько Сострадание Возвышает Душу Соблюдай Это Брат Мой И Будешь Ты В Смертном Теле Жить С Жизнью Ангелов Так же И То Должен Знать Ты Брат Мой Что Вершина Всякого Блага Для Человека Божия В Мире Есть чистая молитва. Ему целомудренно и без рассеянности предстоял человек пред Богом во время молитвы, а разум его был собран отовсюду внутрь, вглядываясь только в Бога в безмолвии движений своих. Воспоминание о величии его делается он блистающим и возвышает его Бог к славе бытия своего. Помышляя о милостях его по отношению к роду словесных существ, разливается он по земле в изумлении и радости. И от непостижимости бытия Божия вся душа человека наполняется хвалением, будучи движимо святыми движениями в страхе и любви к естеству величия божества того, чье бытие тысячи тысяч духовных существ прославляют, не будучи в силах взирать на облако святого святых с сокровенностью. Бесчисленные миры и естества беспредельные привел он в бытие, и легионы ангелов, которым нет числа, из ничего сотворил он. Пребывая в собственном бытии, он когда не было никого, кто бы побуждал его, ибо ничего не существовало, по своей собственной воле и по своей благодати соизволил и восхотел, чтобы миры пришли в бытие, дабы они познали его. И совершил он творение по благодати своей, удостоив также и нас, людей, которые суть прах от земли. Естество, немодствующее, благодаря творческому искусству его, возвысится до состояния словесности. Дабы могли мы предстоять перед ним и разговаривать с ним в молитве, и дабы умом причащались той славы божественного естества, если жизнь наша достойна этого, и дабы, к примеру, бестелесных существ, подражали мы на земле. Поскольку же все эти блага и это величие пришли к нам от трезвения и чистоты, ибо трезвение является причиной чистоты, будем подвизаться в безмолвие, сделаемся мертвыми по отношению ко всякому человеку, соберемся в помыслах наших от рассеянности во всякое время посредством этих воспоминаний, дабы могли бы без труда во время службы и молитвы приводить ум наш к самим себе, и дабы усердно приносили его в жертву Богу. Устремимся к встрече с божественным знанием, постоянно молясь и ему, возжелаем получить восприятие его в душах наших во время молитвы. Ибо ясно, что если возжелаем мы этого и устремимся к этому, и если будет в нас забота о необходимом, благой и милосердный Бог не обманет нас, ибо все эти блага по своей собственной воле даровал Он нам. Хочу я теперь набросать для тебя также несколько слов молитвы, и тогда уже закончу это письмо. Мне представляется необходимым поместить их в письме, чтобы ты мог пользоваться ими на молитве, и чтобы разум твой, постигая смысл их, приобретал смирение и воздерживался от пустого блуждания благодаря сокрушению, содержащемуся в них. И когда ты ешь или пьешь, стоишь или сидишь, отходишь ко сну или делаешь что-либо, а также когда ты в путешествии или в обществе многих людей, этими словами молитвы, которые я пишу для тебя, должен ты занимать себя сокровенности сердца своего. Равным образом, когда совершаешь ты поклоны, воспользуйся этими молитвами. Когда в молении твоем произнесешь ты обязательные молитвы, в которых имеешь ты нужду, тогда молись этими словами. Какими движениями пробуждается разум, чтобы всматриваться в Бога во время молитвы? Когда ты молишься, добавь к молитве твоей такие прошения. Боже, удостой меня ощутить ту надежду, что уготована праведным в пришествии Твоем, когда придешь ты к теле нашим, дабы явить славу Твою мирам. Боже, принесший любовь Свою миру, когда Он не знал Тебя, и открывший Себя праведным частично во всех поколениях через тени откровений Твоих, воскреси мертвость мыслей моих, дабы познали они Тебя, дабы поспешил я прийти к Тебе и не успокоился до того часа, когда смерть положит предел путешествию моему в гавани тишины. О Христос! Гавань милости! Тот, кто открыл Себя роду грешным, тот, которого поколения праведных ожидали и который открыл во время Своё радость всему творению, Ты даруй мне иные очи, иной слух и иное сердце, дабы вместо мира видел я, слышал и ощущал благо, уготованные Тобою для откровения славы Твоей роду христианскому посредством того видения, слышания и ощущения, которые необычайны. Пробуди во мне, Господи, вкус к восприятию Тебя, дабы удостоился я исхода из мира сего к Тебе, ибо мир пленил меня радостью своей вдали от Тебя. Пока в видении тленных вещей радуются очи мои, и разум мой понимает лишь телесность, невозможно мне полностью освободиться от немощных и тленных чувствований, которые возникают от этих вещей. Удостой меня, Господи, встретить то видение, над которым не властно тление, дабы, когда, встретив его, забуду я мир и самого себя, все телесные образы исчезли перед глазами моими. О, Христос! Наслаждение рода нашего, утешение в обнищании нашим, поддержка смиренного естества нашего, которое поколебалось и пало, надежда лишенных, досточтимое имя, которое стало известно среди людей, восстанови меня из падшего состояния. Соверши воскресение мертвости моей, да пробудится ощущение жизни внутри меня. Выведи душу мою из темницы неведения, чтобы мне славить имя Твое. Вдохни в члены мои дуновения новой жизни, посети тленность мою, что во гробе, и выведи меня из места тьмы, да посетит меня в Шеоле неведенье, рассвет откровения Твоего. Естество словесное умолкло во мне. Ты, Господи, снова пробуди его в естестве моем, ибо в Шеоле нет памятования о Тебе. Во гробе кто будет славить Тебя? Нет у меня уст, чтобы произнести эту последнюю молитву, но пусть живые, как я сегодня, возблагодарят Тебя. Они имели чувства, движения умолкли, помыслы иссякли, все действование естества во мне, лишено истинной жизни. Нет во мне памяти о Тебе. Нет благодарности к Тебе в Шеоле, в котором я пребываю. Нет радостного звучания хвалений Твоих в потерянности души моей. Все члены мои, которые мертвы, ожидают родовых мук воскресения. Нет никого, кто пришел бы ко мне в оставленности Шеола. Боже мой, да услышу голос Твой, который воскрешает все таинственно. То, что случилось с Лазарем, другом Твоим, таинственно соверши со мною. Знаю, Господи, что никогда не явил я себя бдительным другом Твоим, но я из стада Твоего овраг мой схватил меня и унизил на земле. Боже, удостой меня причаститься того величия, которое уготовал Ты друзьям Твоим в новом веке и ощущение этого познания любви Твоей и этого нераздельного союза и этой неразрывной связи наслаждения от видения Тебя. Господи, не отними от меня благодать Твою, да не лишусь я познания Тебя исполненного надежды. Господи, спаси меня от тьмы душевной, Христос милосердный, да возрадуюсь в надежде Твоей. Посей надежду на Тебя в помыслах моих и удостой меня, Господи, милосердия Твоего, когда воссияет откровение Твое с небес. Господи, да не буду я вызван на суд за ошибки мои, когда придешь Ты во славе Твоей. Благодатью Твоей, Господи, привел Ты меня в бытие и благодатью Твоей удостоишь Ты тело мое в воскресенье. Да не будет восстание мое из праха для суда и посрамления лица моего, Господи, да не пробужусь для того, чтобы претерпеть осуждение и лишение Тебя, но пробуди меня, Господи, от праха для наслаждения и для той славы, которой хотел Ты привести словесную тварь с самого начала, когда Ты создавал ее. Не создал Ты меня, Господи, для испытания в гиене, да не стану сосудом погибели. Погибель же, Господи, заключается в том, чтобы человек был всецело лишен того видения Тебя, которое дарует всякую радость. Удостой меня, Господи, постичь ту надежду, для которой с самого начала по воле Твоей создал Ты меня, дабы я узрел вечную славу Твою, ибо, когда нас еще не было, возжелал Ты в любви Твоей, чтобы творение пришло в бытие для познания Тебя. Вот о чем должен Ты молиться и об этом помышлять во время моления Твоего. Пусть движет Тобою стремление к Богу и страдание о грехах Твоих. Горячо молись, согрей сердце Твое этими и подобными мыслями в молитве Твоей, пока не воспламенится в Тебе влечение к Нему и не возникнет в сердце Твоем жгучее страдание любви к Нему. При таком и подобном собеседовании с Богом сосредотачивается ум в самом себе по причине наслаждения и мало помалу забывает рассеянность и поглощается прозрениями и освобождается от образов и страдает такой человек в молитве своей и изливается в разум его страдания смешанные с верой и радуется сердце его в Боге и бьется от радости и восторгается от любви и исполняется надеждой и пробуждается от сна. В великом наслаждении предстоит душа во время молитвы благодаря этим собеседованием сознательной молитвы. Дивные состояния рождаются в человеке во время моления благодаря сильному томлению и многому размышлению разума и постоянному молитвенному собеседованию с Богом, которое сопутствует человеку в мысли его и в молитвенном собеседовании его с Богом. Конец послания. Беседа вторая того же блаженного Мар Исаака. Что есть признак появления лучей разумения в душе? Появление различных признаков разумения состоит в непрестанном восхвалении Бога разумными существами. То же относится и к тварности души, столь чудесной по естеству своему. Не для чего иного сотворена она благим создателем своим, кроме как для того, чтобы наслаждаться познанием божественной славы, наподобие того, как невидимые силы, сродники души, пребывают в постоянном наслаждении славой этого преславного бытия. Итак, душа, которая постоянно занята восхвалением Бога, пребывает в тварности естества своего, по этой причине и привел он тварь в бытие, а именно для того, чтобы она познавала его и восхваляла его, и чтобы благодаря этому возвышалась она до наслаждения вечной славой того, кто неописуем для всех и непостижим. Ибо слава божественного естества через постоянное собеседование хвалы Богу открывается душе. Так же и тварь многоразличная мира сего с той же целью пришла в бытие, а именно чтобы славу Божию познавал разум словесных существ, а не только ради того, чтобы ели или пили или вступали в брак, хотя многие невежды и воображают, что это так. Ибо Бог мог создать всех людей, которые в мире, таким же образом, каким Он создал умные естества, без того, чтобы они происходили один от другого, но чтобы подобно тем естествам не нуждались они в пользовании стихиями для возрастания своего. И ясно, что цель этого творения не в том, чтобы люди были оставлены в таком же состоянии навечно, как некоторые думают, ибо окончится все, что считается приятным и достославным в мире сём, и даст Бог людям другие формы бытия, благодаря чему откроется мирам цель, с которой прежде восхотел он вести творение в этой форме бытия. А цель заключается не в том, чтобы оставить человека на животном уровне, ибо вот многие даже здесь отвергают земные наслаждения. напротив, всему мудрый Бог прежде всего поместил эту видимую тварь в мире сём, дабы через видимое люди и другие словесные существа начали приближаться к познанию этого славного естества. Ибо не следует тому, кто передаёт знания ученикам с самого начала подводить их к совершенному знанию предмета, не научив их прежде, как следует буквам алфавита и чтению по складам. Так же очень плохо, когда высокое предлагается прежде, чем проработано низкое. Опять же, если кто хочет пригласить много людей на обед, прежде всего выносит он на обозрение просто приготовленные блюда и менее драгоценную посуду, а потом постепенно выносит то, что и выглядит великолепно и приготовлено чудесно. Таким же образом Бог, Господь всех, явил силу премудрости своей и любви своей в содержимом этого видимого мира, который, если можно так сказать, неописуемо более низок, чем те блага, что будут явлены впоследствии, ибо напоследок оставил он достославное блаженство и восхитительное зрение того изумительного мира, которому уготовано величием силы его и обилием любви его прийти в бытие. Таким же образом, как сказал я выше в этой беседе, когда душа движима к наслаждению славы благодаря постоянному собеседованию с ним, и счастлива она пребывать в нем непрестанно, познает она по благодати Духа Святого то, во что в конце концов будет обличена. Это дается ей здесь словно в залог, насколько позволяет ограниченность человеческого естества, и удостаивается она образа жизни истинной свободы, как бы предвкушая ее здесь. Беседа третья Фрагменты Снова того же Мар Исаака, епископа и отшельника, различные главы о знании, в которых содержатся возвышенные созерцания, совершенные знания, обильные и чудные прозрения и великие тайны. Они приносят пользу и усложнение душе и способствуют возрастанию ее в духовных предметах. Бог есть поистине Отец словесных существ, которых родил Он своим попечением, чтобы стали они наследниками славы Его во время грядущие, дабы явить им богатство Его для их наслаждения нескончаемого. Пользоваться чувственной речью сначала от самого Создателя научились словесные естества, и первый раз была она использована для словословия, принесенного Создателю тварями, как написано у Иова. Так же и мы, люди, от Создателя чувственно получили пользование звуками чувственной речи, и передается она нам от отцов к детям. Человек получает озарение в соответствии с тем, каков его образ жизни по отношению к Богу. И по мере того, как влечется он к знанию, он все более приближается к свободе души, а по мере приближения к свободе ума он переходит от знания к более высокому знанию. Свет неумственный, тот, что принадлежит стихиям, в новом веке сияет новый свет, и нет там нужды в пользовании чем-либо чувственным или относящимся к стихиям. Умственный свет есть разум, озаренный божественным знанием, которое без меры излилось в естественный мир. В духовном мире духовный свет. Как та тьма не подобна этой, так и тот свет не подобен этому свету. После грехопадения Бог явил себя людям как судья, а в последующих откровениях как господин, как в случае с Ноем, Авраамом и теми, кто после Него, которых Бог называл раб мой Авраам и раб мой Моисей. От пришествия же Христова и далее начались откровения, которые являли чин отцовства, что Он поистине Отец и не хочет действовать по отношению к нам как господин или судья. Свет созерцания происходит вместе с постоянным безмолвием и отсутствием внешних впечатлений, ибо когда ум пуст, он постоянно пребывает в ожидании, пока созерцание не воссияет в нем. Когда наступает время борений и помрачения, даже если мы рассеиваемся, будем проводить больше времени в молитве и колено преклонений до земли. Если же это не постоянное борение или помрачение уныния, а обычная рассеянность, происходящая от натиска помыслов, тогда чтение более важно, чем продолжительное время в молитве. Впрочем, смешаем то и другое, примем лекарство от Писания, а затем приступим к молитве. Безмолвие состоит не в том, чтобы не знать страсти, но в том, чтобы не принимать страсти благодаря опьянению ума через славу души. Пусть следующая молитва не прекращается в сердце Твоем ночью и днем. Господи, спаси меня от помрачения душевного, ибо в этом заключена всякая молитва, происходящая от знания. помраченная душа есть второй ад, а просветленный разум друг серафимов. Господь Христос есть и первородный, и единородный. Одно и другое не сосуществует в едином естестве, ибо первородный предполагает многих братьев, тогда как единородный не предполагает какого-либо иного бытия, рожденного перед ним или после него. Два эти имени подтверждаются в Боге и человеке, объединенных в одно лицо, причем свойства обоих естеств не смешиваются благодаря этому соединению. Слова «Судьбы твои великая бездна» имеют тот же самый смысл, что и «Облако под ногами Его». Умственное облако есть ум, пораженный изумлением перед духовным прозрением. Это изумление внезапно ниспадает в душу его и недвижно удерживает ум в том состоянии, когда все видимые вещи сокрыты от него вне знаний и нечувствии цели размышления о них. И разум остается покойным, подобно облаку, которое обволакивает объекты и препятствует какому-либо телесному видению. Истинно кающийся есть живой мученик. Слезы по своим действиям превосходят кровь и покаяние превосходят мученичество. Первые увенчиваются раньше, чем вторые, ибо вторые увенчиваются вместе с прочими, а первые прежде прочих. Таким образом, истинно кающийся видится получающим двойной венец. Хочешь ли ты украшать тело свое посредством утомительного стояния на псалмопении, или, может быть, ты хочешь сделать душу свою угодной Богу, если второе, произнеси лишь пять слов с пониманием, и будешь объят опьянением. Бытие святых ангелов являет нам состояние будущего века, когда, скажу с дерзновением, мы все станем богами по благодати Творца нашего, ибо его целью с самого начала было привести всю тварь разумных естеств к единому равному состоянию, при котором не было бы различия между теми и другими, между существами двойными или простыми, при том, что естественное тело вовсе не будет уничтожено. умерщвление плоти означает, что человек должен быть чужд всем своим знакомым, своей семье, своим родственникам, уйти в чужую страну и избрать для себя спокойное место, которое спокойно от всякой суеты. И будет он жить там в телесной нужде, в одиночестве, в бедности, лишенной общения с людьми, видимого собеседования с ними и утешения. В слезах и плаче, с болью сердечной умоляют он Бога помочь ему преодолеть склонность к греху и отложить от себя члены ветхого греховного человека, которые суть мирские поползновения. Это умиршвление тела порождает в нас умиршвление души. О, Христос, умерший ради нас по любви Твоей, сделай меня мертвым для греха и совлеки с меня этого ветхого человека, чтобы в новизне ума предстоял пред Тобой на всякое время, словно в новом веке. Бог, которого небо и небеса небес не вмещают, который избрал от нас разумный храм для вселения в него, удостой меня стать вместилищем любви Твоей от ощущения, которые святые забыли самих себя и сделались безумными ради Тебя и во всякое время смешались с Тобою в опьянении влечения к Тебе и никогда более не обернулись назад. Когда удостоились они этого сладкого источника, возжаждав любви Твоей, Ты опьянил их изумлением перед таинствами Твоими. Смирение есть свойство ума здравого. Пока оно остается в человеке, не случится с ним богооставленность или какое-либо искушение, так, чтобы он был искушаем телом или умом в одной из телесных и душевных страстей. Одиночество позволяет нам приобщаться Божественному уму и в короткий срок беспрепятственно приближает нас к просветленности ума. Для отшельника нет праздников. Праздник отшельника есть его плач, а вместо трудов, которыми прочие гордятся друг перед другом, у него перенесение скорбей, свойственных безмолвию. Отвергай тех, кто устанавливает чувственный образ в уме своем во время молитвы, и вместо одного простого и одинокого помысла прозрения в его непостижимость во время моления к Спасителю нашему утешает себя образами ума своего. Что касается нас, то мы отвергаем таковых, обманутых собственными фантазиями. И когда душа наша собрана в полной сосредоточенности в страшное время молитвы, придадим чувство души нашей Духу Божию с простотой сердца. Он первородный из всей твари, то есть из всех разумных существ, как видимых, так и невидимых, поскольку Он первым родился в жизнь иного мира после Своего воскресения из мертвых. Он первородный по отношению к нам, поскольку до Него не было никого, кто был бы рожден для иного мира. Он справедливо называется первородным не только по отношению к нам, но и по отношению к бесплотному естеству, потому что и оно также ожидает рождения в жизни будущего века. Во всех чинах разумных естеств каждый день происходит восхождение, и никакого нисхождения там вовсе нет, так как у восхождения нет предела. Начиная от самого старшего и первого из всех по чину и до самого последнего, все они каждый день с момента своего создания и до ныне постоянно восходят к Богу. Без безмолвия сердце не смириться, а без смирения сердце не воспламенится различными божественными движениями, а без этого все служение отшельника лишь прах и пепел. Многие начали с трудов, нищеты, умерщвления по отношению к приходящему, постоянных молитв, слез, многих земных поклонов, смиренного образа жизни, стремления к неизвестности, продолжительного воздержания, тишины, удаления от людей. Но после всех этих перечисленных вещей окончили тем, что предались отдыху, сделались известными, вступили в собеседование с богатыми людьми и в постоянные пересуды с мирянами, стали обличителями, судьями, советниками, посредниками в важных делах, иногда для братьей, а иногда и для мирян, стали засматриваться на женщин, наставлять и поучать их, и души их стали местом бесед и встреч с людьми недалекими, и вместо прежнего своего умерщвления избрали они для себя жизнь рассеянную и пребывание в духовной слепоте. Жизнь их закончилась в телесных деланиях после всего их прежнего подвижничества и столь прекрасного образа жизни, когда не хотели они даже видеть лицо человеческое и, словно уже находясь в будущем веке, подражали бесплотным со всей ревностью своего подвижничества в безмолвнической жизни. И если все, что составляет объект второго естественного созерцания, со всеми его формами прекратится в будущем веке и исчезнет вместе с обликом мира сего и всеми его делами, то ясно, что прекратится и само это созерцание его вместе с видением. Говоря о молитве, совершаемой мудро, я не имею в виду мудрость мира сего или красноречия, исполненной глупости и повергающую душу в стыд перед Богом во время молитвы из-за тщеславия, которое оно возбуждает в ней, удаляя помощь Божию от души. Но мудрые слова молитвы те, что от премудрости Божией. Они производят озарение души, будучи пламенными движениями, которые возбуждаются в сердце благодаря любви к истинной жизни, любви, предшествующей молитве, воспламеняющей сердце и производящей слова вопреки воле человека, ибо произращает их воспоминание о Боге, а они весьма часто производят слезы при словах молитв благодаря теплоте сердца и вспоможению от Бога. Это и есть чистая молитва, о которой говорят отцы. Слезы, приходящие во время молитвы, сладость слов молитвы, не спадающие в сердце, язык с любовью ненасытно повторяющие слова, не будучи в силах оставить их и перейти к следующим из-за наслаждения и частичной радости, которая иногда происходит при чтении, а также при размышлении. все это и тому подобное суть вкушения вспоможения благодати Божией, которая неосознанно вкушается теми, кто трезвится в служении своем для укрепления и преуспеяния души в добродетели, дабы она еще более преуспела в трезвении своем. Чистая молитва заключается в том, чтобы ум не блуждал по предметам, которые возбуждаются в помыслах наших либо демонами, либо самим естеством, либо воспоминанием, либо движением стихий. Молитва, с которой не соединено прекрасное поведение, словно ореол с подрезанными крыльями. Кратко время жизни нашей, братья мои, и долг, и труден наш подвиг, но благо, обещанные нам, невыразимы. Если Бог есть поистине Отец, который породил все благодатью, если дети Его разумны, а мир сей есть образ школы, где Он учит детей знанию и исправляет их глупости, и если будущий век есть наследие для времени полного возраста, то настанет время, когда эти младенцы станут взрослыми людьми, и когда, конечно же, Отец в мире взрослых заменит на радость то, что сейчас выглядит наказанием, когда эти младенцы поднимутся над необходимостью быть исправляемыми, судьбы твои непостижимы. Как прекрасно устроение твоего тела, и как прискорбно разложение, «Но не будь поражен скорбью, ибо ты будешь снова облечен в него, пламенея огнем и духом, и нося в теле своем точный образ его создателя. Пусть не тревожит тебя сомнение относительно величия этой надежды, ибо Павел утешает тебя по этому поводу. Он уничиженное тело наше преобразит и сделает подобным славному телу своему. Не огорчайся, что много лет пребудем мы в этом тлении смерти под землей, пока не наступит конец мира. Смерть не тяжела для нас, ибо продолжительность нашего сна в огробе подобно сну в течение одной ночи, ибо вот премудрый Создатель сделал даже смерть легкой, чтобы мы вовсе не ощущали ее тяжесть. Пока мы не прошли через нее, она тяжела для нас, но после смерти мы не почувствуем никакого ощущения тления или разложения нашего состава, но словно после сна в течение одной ночи мы пробудимся в тот день, как будто мы с вечера легли спать, а теперь проснулись. Столь легким будет для нас долгий сон в могиле и продолжительность лет, проведенных в ней. вот вопрос о том, почему все откровения от Бога происходят у святых во время молитвы, потому что нет времени более подходящего для чего-либо священного, чем время молитвы. Одно научение от книг и знание приобретаемое от изучения их, а другое знание истины, содержащейся в книгах. Первое обретает силу благодаря постоянному размышлению и труду в изучении, тогда как последнее от исполнения заповедей и просветленной совести, обращенной к Богу. То, что можно узнать о Боге при помощи разума, а именно те вещи, которые по любви Он воспринял на себя ради нашей пользы, составляет образ чувственных указаний, ибо посредством их Святое Писание указывает нашим чувствам то, что может быть понято относительно сверхчувственного мира, хотя эти указания на самом деле не принадлежат Ему. Речь идет в частности о том, что Бог сказал Моисею «Являлся я Аврааму, Исааку и Якову с именем Бог Всемогущий, Исущий, но я не открыл им имя Господь». Разница между Всемогущей и Исущей заключается в порядке научения. Она такая же, как между указаниями на наше познание их и самой реальностью этого познания. Насколько человек отделяется от пребывания в миру и поселяется в местах отдаленных и пустынных, так что сердце его ощущает удаление от всякого естества человеческого, настолько же приобретает он безмолвие от помыслов. Ибо в пустыне, брат мой, не бывает у нас такого беспокойства от помыслов и не изнываем мы от многой борьбы, которую причиняют они. Ибо самый вид пустыни естественным образом уменьшевляет сердце от мирских поползновений и собирает его от натиска помыслов. Как невозможно ясно видеть человека, которого заслоняет дым, пока он не удалится и не отойдет оттуда, точно так же невозможно приобрести чистоту сердца и безмолвие от помыслов без одиночества, далекого от дыма мира сего, поднимающегося перед чувствами и ослепляющего душевные очи. Кто достиг определенной степени духовного роста и приобрел стремление к Богу, после того, как покинет мир, не должен долго пребывать в общежитии или вращаться среди многих людей. Но как только познает он, что такое жизнь среди братьев, монашеский чин и присуще ему смирение, пусть он отделяется и пребывает один в келье, дабы не привыкнуть к многим людям и дабы простота его первоначального состояния не превратилась в лицемерие из-за постоянного общения с распущенными братьями, находящимися среди нас. Ибо я видел многих, которые в начале своего удаления от мира, когда приходили в монастырь, были чистыми, но со временем из-за долгого пребывания в общежитии становились лицемерными и лукавыми, так что в них уже не было той первоначальной простоты. Поэтому общайся с одним только старцем, засвидетельствовавшим себя добрым поведением и познанием безмолвия, и только с ним одним собеседуй, им будь наставляем, у него учись образу жизни безмолвия. Ни с кем с этого времени не вступай в общение, и вскоре удостоишься вкусить знания. После того, как Бог удостоил тебя дара безмолвия, так что ты живешь наедине, не твое дело блуждать по многим книгам. Не благодаря многой учености или различным книгам происходит просветление, но благодаря попечению о молитве. Какая польза в познании многих книг и в их истолковании для сосредоточения ума и чистоты в молитве? Поистине, всякий отшельник, который, оставив мирской образ жизни, читает какую-либо книгу, кроме книг об отшельническом образе жизни, будь то научную или светскую, прежде всего теряет из ведут цель отшельнического пути, а затем ум его отвлекается в сторону, дабы находить в таких книгах удовольствие. Даже если они ведут тебя на небо, не полезно тебе читать эти книги, за исключением тех, что говорят об образе жизни странников. Достаточно книг Нового Завета и тех, которые говорят об отшельническом образе жизни, то есть о совершенстве знания и просветлении ума. После же того, как ты достиг хотя бы малой степени просветления, читай и не потерпишь вреда. Хочешь ли знать человека Божия? Узнай его по присущей ему постоянной тишине, плачу и непрестанной внутренней сосредоточенности. Велика тайна, сокрытая в домостроительстве Господа нашего. Она выше, чем оставление грехов и уничтожение смерти. О, возлюбленные мои, досточудно и велика надежда, которые сокрыты от нас ныне, братья мои. Она превышает все, в чем мы упражняемся ныне для пользы и возрастания. Те, кто остается на земле, должны упражняться в немощных вещах, поскольку не весь мир достиг совершенного понимания веры и добродетельной жизни, и большая часть его еще нуждается в том, чтобы быть научаемой через вещи устрашающие и смиряющие. Но спросит кто-нибудь, где находится разум в эти минуты и в этой возвышенной сосредоточенности? Как говорит Писание, безмолвие нашло на Авраама, и то же самое сказано об Адаме, и Господь Бог навел безмолвие на Адама. Но греческий вместо безмолвия говорит об изумлении, и когда блаженный толкователь толкует таинство изумления, он называет изумлением то, что вне привычного чина и вне ощущения человека, но отцы-отшельники называют это благодатной собранностью ума и залогом наслаждения нового века. Слушай истинное слово. Пока ты не обретешь смирение, ты будешь искушаем унынием больше, чем чем-либо другим. Уныние же порождает в тебе постоянные упреки, в адрес других, и ты видишь большинство людей согрешающими против тебя. И если же ты взглянешь на дело справедливым и подобающим образом, то виноват во всем ты сам. Вот почему все представляется тебе наоборот. Впрочем, даже в чистой молитве много степеней, соответствующих степеням ума тех, кто возносит ее. Чем больше ум поднимается над любовью к вещам мира сего, тем больше получает он отдохновения от образов помыслов во время молитвы. Когда он полностью поднят над любовью к здешним вещам, тогда ум даже не задерживается в молитве, но поднимается над чистотой молитвы, ибо воссияние благодати постоянно пребывает в молитве его, и из молитвы ум его изводится по временам благодаря святому действию благодати. Беседа четвертая. Снова того же Мар Исаака другие произведения, составленные им после глав о знании в качестве указаний и разъяснения относительно нашего досточестного служения безмолвий. Ныне по благодати Бога, Спасителя нашего, закончили мы эти главы о знании, в которых заключена сила великая, ведь сама благодать явным образом упорядочила их. Ибо свидетельствует мне совесть моя, что заключающаяся в них энергия была не от нашей человеческой силы, поскольку мы ничего не стоим по своему образу жизни, да и знаний нам не хватает, позволяющего подняться на такую высоту таинств, изложенных в этом сочинении. Когда же мы теперь достигли того, что следует за теми главами, написанными с помощью Господа нашего, мы намерены указать на различные виды внутренней молитвы и последовательно изложить их в алфавитном порядке. Ты должен знать также о том, брат мой, что просветленный ум не нуждается в разнообразных молитвенных словах. Лишь одной двери молитвенной достаточно для него, чтобы погрузился разум в молитву и растворился в Боге. Ибо разнообразие молитв весьма помогает разуму, изможденному рассеянностью. Благодаря им и под действием их силы разум сокрушается и приобретает сладостную молитву с продолжительными коленопреклонениями, ходатайством за тварь и молениями многострадальными. и исторгаем изнутри. И так с каждым словом, которое встречает он в этих молитвах, он бывает как бы человеком, пробудившимся от сна. Случается ему все время встречать в них восхитительные прозрения, потому что эти самые слова рождаются по дару благодати и заключена в них сокровенная сила. И все время получает он помощь, размышляя о них и читая их. В периоды благодати, когда ты наслаждаешься этой молитвой и этими продолжительными коленопреклонениями, нет для тебя особой необходимости выстаивать положенные правила или беспокоиться о числе молитв, которые должны быть прочитаны. Ибо в такой молитве заключил ты молитвы определенного количества и исполнил правило, которое стало ниже тебя. Если ты почти весь день лежишь на лице, распростершись перед крестом, а это заключает себе всякую частичную молитву и службу, не ясно ли, что тем самым ты исполнил правила, которые стали ниже тебя? Во время великого дела не обращайся к меньшему. Блаженным Марком таинственно сказано было сие слово, ибо он знал, что не всякий человек достигает чистой молитвы. Что же до тех, кто в самом деле достигает ее, то сама польза ее учит их, что нет более важного дела, чем она. Когда случится, что ты лишен такой молитвы, не пренебрегай правилам. Если ты частично обладаешь ею, заботься о том, чтобы в остальное время соблюдать правила до мельчайших деталей, ибо благодаря заботе о правилах ты будешь вновь озарен и будешь восходить к непрестанной молитве. Всякий сын прежде всего трудится в служении отцу своему, и лишь потом получает власть над его сокровищами, как сказал блаженный Павел наследник доколе в детстве ничем не отличается от рабов. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Пусть попечителями и домоправителями твоего детского возраста, руководствующими тобою, будут божественные законы и прекрасные правила твоего святого образа жизни. Они помогут тебе прийти в меру полного возраста Христова. Ибо какая польза в законах и правилах, кроме того озарения, что рождается от них в душе? Но при их помощи исправляется человек всякий раз, когда он помрачается и сбивается с пути, то есть при помощи молитвы часов и уставного богослужения. И как человек, который заблудился, снова возвращается к началу своей дороги и там уже обретает нужное направление и идет туда, куда хочет, точно так же правила и законы исправляют человека, который помрачен. Сбившись с пути, он возвращается к ним, и они снова направляют его на путь, с которого он сбился. Что же такое закон детей, который в свободе воспитывает человека и дает ему свет? И что такое закон слуг, который по-младенчески ведет человека и не позволяет ему двигаться вперед, это мы намереваемся указать в своем месте. Нужно нам знать и следующее. Пока у человека выделены определенные часы дня, иные для службы, иные для чтения, иные для молитвы, иные для прочих трудов, когда подошло назначенное время, он должен исполнить свой долг в это самое время, и не может он пропустить это время и остаться у него в долгу, ибо по отношению к каждому правилу в своем месте и в свое время необходимо ему исполнить должное. Когда же человек непрестанно прилепляется к Богу в постоянном молитвенном излиянии, когда он постоянно простирается на земле в молении к Нему, и душа его бывает поглощена желанием и падает он ниц перед крестом, нет уже над ним ни закона, ни правил, а времена и установленные часы уже не властны над ним, ибо с этого момента он выше всех их, пребывая с Богом без какого-либо ограничения. теперь оставим эти рассуждения и сделаем заключение, а лучше подойдем к тому, чтобы насладиться самим общением с Богом в молитвенных размышлениях, которые мы собираемся составить, ибо через них мы получим дар святости и небесную силу, открывающую таинство в душе. Беседа пятая. Беседы Мар Исаака о сокровенной молитве. Их начертал он, сочинил и составил из слов сокрушительных и убедительных, и сделал он единое тело из членов искусно соединенных, нечто полезное для размышления сокровенной молитвы. Человек занимается ею стоя или сидя, работая или ходя по кельи, засыпая, пока сон не похитит его, сидя дома или путешествуя. Тайно занимается он этим внутри сердца, а также постоянно преклоняя колени к земле или стоя где угодно, не обязательно даже перед крестом. Он присоединяет к смирению тела своего движение молитвы своей. Благодаря этому получает он пользу. Так же, как и благодаря тем молитвам, которые назначил он себе в качестве правила и благодаря отведенному для молитвы месту со всеми благотворными преимуществами, которые обретает он от этого соответственно изменению, происходящему в разуме его, а также сменяющимся у него периодом мира и обеспокоенность. И таким образом пользуется он этими молитвами, ибо они составлены так, чтобы он обретал утешение, освящается благодаря им душа его и исполняется благодати Духа. Молитва. Всеми костями моими и всем сердцем моим приношу я тебе службу достойную тебя, склоняясь головой души моей к земле. О, всеславный Бог, живущий вне изъяснимом молчании, ради обновления моего ты построил на земле скинье любви, место покоя для воли твоей, храм из плоти, устроенный с помощью святого елея, который превыше всякой святыни. Ты наполнил его святынями твоими, чтобы в нем совершалось служение всех, и поклонение вечным ипостасям Троицы твоей указал ты в нем, и открыл мирам, которые ты сотворил по благодати твоей, неизреченную тайну и силу, которую не могут ощутить или познать чувства тварей твоих, пришедших в бытие. Перед ней естества ангельские в молчание погружены в изумление перед облаком этой вечной тайны и потоком славы, проистекающим от изумления, ибо в области молчания поклоняется ей все мыслящее, освящаясь и делаясь достойным тебя. К подножью ног твоих повергаюсь я, Господи, и к деснице твоей святой, которая сотворила меня и сделала меня человеком, познавшим тебя. Но я согрешил и совершил зло пред собою и пред тобою, оставив святую беседу с тобою и отдав дни мои беседам с похотями. Умоляю тебя, Господи, не вмини мне грехов юности моей, неведения старости моей и слабость естества моего, которая одолела меня и потопила меня в размышлении о ненавистных вещах. Но от назойливого блуждания похотей обрати сердце мое к тебе. Сокровенный свет доживет во мне. Твои благодеяния ко мне во все времена предвосхищали всякую мою волю к добру и готовность сердца моего к добродетели. Никогда не сдерживал ты заботы твоей обо мне, чтобы испытать свободную волю мою. напротив, как отец заботится о своем маленьком сыне, так и твоя забота сопутствовала мне. Отеческая благодать твоя посетила немощь мою и не смотрела на то, чтобы испытывать волю мою, ибо ты знал меня во все времена, знал, что меньше младенца знаю я, куда иду. умоляю тебя, Боже, пошли помощь с высочайших твоих небес и удали от сердца моего всякое злое действие и всякое плотское желание. Не лиши меня, Господи, защиты твоей, чтобы не обрел меня враг мой и не попрал, как ему бы хотелось, и не сокрушил меня всецело, ибо ты тот, кто дает покаяние и сердце плачущей грешнику кающемуся, так что благодаря утешению от плача и от дара слез освобождаешь ты сердце его от лежащего на нем бремени греха. В дверь сострадания твоего стучусь я, Господь, пошли помощь моим разрозненным порывам, отравленным множеством страстей и мощью тьмы. Возбуди во мне страдания от видения ран моих, хотя бы оно и не соответствовало мощи грехов моих, ибо если осознание степени моих грехов получу я, Господи, не вынесет душа моя горькой боли от них. Помоги слабым порывам моим к истинному покаянию, и дообрету я облегчение от бремени грехов через это страдание, которое от твоего дара, ибо без силы благодати твоей совершенно не способен я даже войти внутрь себя и познать грехи мои, чтобы при виде их я мог утихнуть от обилия рассеянности. О, имя Иисусова, ключ ко всем дарованиям, открой мне дверь, дабы мне войти в сокровищницу твою и хвалою от всего сердца восхвалить тебя за милости твои, которые были на мне в конце времен, ибо ты пришел и обновил меня знанием нового века. Восхваляю я, Господи, святое естество твое, ибо ты сделал мое естество святилищем сокровенности твоей и ковчегом таинств твоих, местом обитания твоего и святым храмом божества твоего, храмом того, кто держит скипетр царствия твоего, кто управляет всем существующим, кто есть ковчег вечной славы твоей, обновление для служащих тебе огненных чинов, путь к познанию твоему, дверь к дому видений твоих, совокупность силы твоей и великой мудрости и Иисуса Христа, единородного исчрева твоего, и остаток собранной из творения твоего, как видимого, так и умопостигаемого. О тайна, возвышенная за пределы слова и молчания, вочеловечившаяся, чтобы обновить нас посредством добровольного соединения с плотью, открой мне путь, по которому я был бы возведен к твоим тайнам, идя по ясной тропе безмолвия от помышлений мира сего. Собери ум мой в молчании молитвы, и да умолкнут вам неблуждающие помыслы благодаря этой просветленной беседе моления и изумления исполненного тайны. к престолу величия твоего повергаюсь я, Господи мой, я, который есть прах и пепел и отребие человечества. Тысячи тысяч ангелов и бесчисленные легионы серафимов с огненными хвалами и святыми движениями приносят тебе духовную службу сокровенности своих естеств, тебе святое естество сокрытое от чувства и знания всякой твари. Ибо со вспоможениями твоими, Господи, ты близок к каждому во всякое время бедствий и во время и не во время дверь твоя открыта для прошений всех. Не гнушаешься ты грешниками и величие твое не отвращается от душ запятнанных всеми видами грехов, но извлекаешь ты всякого из бесконечных зол, так же и меня, Господи, совершенно оскверненного, которого удостоил ты пасть на лицо пред тобою, чтобы я дерзал произносить имя твоей святости устами моими, хотя я сосуд всякой нечистоты, недостойный числиться среди потомков Адама. Даруй мне, Господи, осветиться хвалами твоими и очиститься памятью о тебе. Обнови жизнь мою через изменение мысли и благотворные помыслы, которые ты по благодати твоей возбуждаешь во мне. Будь путеводителем разума моего в моем размышлении о тебе и помоги мне забыть о делах, сбивающих с истинного пути через обновление разума, которое ты возбуждаешь во мне. Возбуди во мне такие прошения, которые приносят пользу благодаря согласию моей воли с твоей волей, ибо ты тот, кто дает молитву молящимся. Закрепи во мне единую волю, что взирает на тебя во всякое время, и помысел, который никогда бы не ослабевал в надежде на тебя через постоянное умирание ради тебя. Даруй Господи, чтобы не бесчувственными словами уст молился я тебе, но чтобы я распростерся на земле в сокровенном смирении сердца и покаянии разума. О, Боже, благодаря терпению Твоему грехам моим ты даешь мне жизнь в мире сен. Не лиши меня жизни мира грядущего, которые с надеждой ожидают те, что среди скорбей ищут тебя здесь. О, Христос, чья любовь отделила святых от семьи, родства и удобного человеческого жилища, так что силой естественных страстей умолкла в них перед лицом сладости любви Твоей. Ты, Господи, даруй мне возненавидеть жизнь мою из любви к Тебе, и досаделуюсь я при жизни мертвым по отношению ко всем наслаждениям мира сего. И силою Твою, Господи, да утихнут бури, воспламеняющиеся в членах моих, и любовь Твоя, да отделит меня от мира и собеседований с ним. Начертай в уме моем единый невидимый образ, так, чтобы побеждено было влечение ко всякой сладости воспоминаний о временном и видимом мире. Я преклоняю колено перед величием Твоим и повергаюсь пред Тобою на земле, Боже, ибо Ты привел меня в бытие, хотя я не просил Тебя об этом, да и вообще не существовал. Прежде чем Ты образовал меня в утробе, Ты знал, что жизнь моя будет беспорядочной и отступнической, однако это не возбранило Тебе сотворить меня и даровать мне все права, которыми почтил Ты человеческое естество, хотя Ты и знал заранее обо всех моих пороках. Ты знаешь о прошениях моих, даже прежде чем они становятся известными мне самому и о молитвах моих, прежде чем они произнесены пред Тобою. Даруй мне, Боже мой, в этот час также и то, что Ты считаешь необходимым для жалкого естества моего, которое находится в опасности. Ты знаешь о скорби души моей и в руках Твоих ее исцелений. О сила, благодаря которой древние отцы превзошли мощные и страшные нападения мятежника, люди, которые, находясь в человеческом естестве с его многими нуждами, были подобны не имеющим никаких нужд, являя на земле подобие будущих реальностей, и человеческие могилы, пещеры и расселены сделал Ты местом шехины Твоих откровений им. Ты излей в сердце мое горячность их помыслов, дабы я укрепился ею и попрал естественное желание и страх перед противниками. Посей во мне знание смирения и неудержимое стремление прямо идти к Тебе. О прибежище немощных, прямой путь для всех заблудившихся, место убежища для охваченных бурями. Ты сам не изложи гордость противника моего передо мной. Ты разрушь мощь ухищрений его против меня. Ты унись превознесенную гордыню его. Сделай гладкими сокровенные пути твои перед помыслами моими. Будь утешением моим во время бедствий моих и путеводителем на месте опасности. О, солнце правды, благодаря которому праведные увидели самих себя и сделались зеркалом для своих поколений. Ты открой во мне дверь познания тебя. Даруй мне зоркую мысль, не протыкающиеся о подводные камни ошибок, пока не достигну я того светлого пристанища, которого достигли древние отцы, угодившие тебе всеми своими подвигами. Освети меня тайными твоими, просвети разум мой познанием тебя, пусть надежда твоя воссияет в сердце моем, удостой меня внутренне молиться об этом. О, Боже, Отец мой и Господь жизни моей, зажги светильник твой внутри меня, помести во мне то, что твое, дабы я забыл о своем. Пробуди во мне силу изумления тобою, дабы оно пересилило принуждение естества. Возбуди во мне видение тайн твоих, дабы я осознал то, что было вложено в меня в святом крещении. Ты дал мне пути водителя, да покажет он мне славу твою во всякое время. Светом и солью мира предназначил ты мне быть, да не стану я камнем преткновения для друзей моих, поскольку я оставил мир, да не обращу взор мой снова к нему и к вещам, которые я отверг, когда давал обет мой тебе. Возложи приятные узды на сердце мое, чтобы чувства мои не взирали на то, что вне путей твоих законов. Собери мои порывы для корабля покаяния, чтобы в нем возликовал я посреди житейского моря, пока не достигну гавани надежды твоей. Через память о тебе да обретет ум мой мужество в искушениях, через сияние знания о тебе да осветится передо мной путь тьмы. О Боже, удостой меня уразуметь тайну любви твоей, отобразившейся в домостроительстве твоем по отношению к чувственному миру, в создании тобою тварного бытия и в таинстве убиения возлюбленного твоего. Создатель наш, знающий о болезненности естества моего, ты сам удали от меня насилие противника, ты изгони из членов моих восстания греха, ты угаси жар его в сердце моем, простри исцеляющую руку к поверженной душе моей, свяжи мои внутренние чувства узами креста, умножь во мне полноту любви к тебе, происходящей от познания распятого, сделай разум мой внутренне сосредоточенным, благодаря сокровенным тайнам, которые содержатся в кресте, укрепи во мне память о смирении возлюбленного твоего, умножь во мне изумление домостроительством твоим по отношению ко мне. О, Боже, еще прежде, чем ты примирился с миром, ты дал ему единородного твоего, а после примирения ты дал ему наследовать престол божества твоего. Не оставь меня, лишенным надежды, сойти в могилу, и да не окажусь я сидящим в узах тьмы грехов моих, как мертвый для вечности. Благодарим тебя, Боже, за дар твой миру, ибо тварные существа не в силах говорить о богатстве его, поскольку же я тоже часть этого мира, да не пожалею своей части благодарения, которое должен я принести тебе. Посему да восхвалю тебя и возблагодарю имя твое, всецелые сокровища твое отдал ты миру, если единородного от твоего чрева и от престола твоего бытия отдал ты для пользы всех, если что большее, чего ты не отдал твоему творению. Мир смешался с богом, и творение с творцом сделалось едино. Хвала тебе за твой непостижимый промысл. Поистине велика тайна сия. Слава тебе за тайны твои, что сокрыты от нас. Удостой меня, Господи, вкусить этой великой сокрытой и сокровенной тайной, которую мир еще не достоин познать. Может быть, святым твоим показал ты что-либо из нее тем, которые живут превыше мира и которые превыше плотских движений во все времена. Поток тайн Христовых подобно волнам океана захлестывает разум мой. Хотел бы я, Господи, умолкнуть перед ними и не говорить, но они оказались подобными горящему пламени в сердце моем, пожигающему кости мои. Совесть моя обличает меня и показывает мне грехи мои. Тайна твоя ошеломляет меня, но принуждает меня взирать на нее. В молчании она указывает мне. Немедли приблизиться из-за страха грехов своих, о грешник, ибо именно через размышления о них скверна греха будет удалена из разума твоего. О освободитель естества нашего, разреши меня от скрытых уз, которыми опутаны внутренние члены мои, и от явных препятствий перед лицом внешних чувств моих, дабы устремился я войти в рай тайн твоих и вкусить от древа жизни, от которого Адаму не было разрешено есть. Спаситель мой, сохрани меня от демонского прельщения. Боже мой, избавь меня от расслабления совести. Надежда моя, излей в сердце мое опьянение и надежда на тебя. Воскресение и свет всех миров и Иисусе Христе, возложи венец познания тебя на голову души моей. Открой внезапно передо мною врата милости, да воссияют в сердце моем лучи благодати твоей. Будь путеводителем для ног моих помыслов, пока я не достигну Сиона, святой горы твоей. Удостой меня того святого града, в который вошли святые в конце пути своего. Творец мой, надежда моя, якорь жизни моей среди бурь, посох в немощи моей, честь в бесчестии моем, вознеси голову мою, преклоненную к земле. Не предай меня в волю противника моего, не дай удобного случая его бесстыдству, поставь перед ним великую пропасть, дабы не стоял поперек дороги моей и не смущал меня. Даруй мне в служении тебе окончить краткую и мимолетную жизнь мою, да окажусь я поблизости от тебя в конце дней моих, да буду в винограднике твоем на закате жизни моей. Удостой меня того динария, который ты назначил трудившимся еще прежде времени моего исхода. По благодати Господи, а не по делам моим, удостой меня даже в одиннадцатый час жизни моей оказаться бодруствующим в служении тебе. Да не пленит меня мир собеседованиями своими, полными соблазна, и да не заключит меня в клетку забот своих. О, Христос, одевающийся светом, как ризую, который ради меня стоял обнаженным перед Пилатом, облеки меня в силу твою, которую ты осенил святых, и благодаря которой вышли они победителями изборений мира сего. О, Господи, Божество Твое да упокоится во мне и доведет меня превыше мира для пребывания с Тобою. О, Христос, на которого многоочитые херувимы не могут взирать по причине славы лика Твоего, из любви Твоей ты получал оплевание на лицо Твое. Удали стыд от лица моего и даруй мне молитву с открытым лицом пред Тобою. О, Христос, который по причине долга естества нашего перед Богом ушел в пустыню и победил начальника тьмы, отняв у него победу, которой он наслаждался на протяжении пяти тысяч лет, заставь его убежать от меня, того, кто во все времена принуждает род человеческий ко греху. Позорный крест, который ты нес ради меня, да будет для меня мостом к этому мирному прибежищу, терновый венец, которым голова твоя была увенчана, да будет для меня шлемом спасения в жаркий день битвы, оплевание, принятое лицом твоим, да уготовит меня к тому, чтобы иметь открытое лицо пред судом твоего пришествия. Тело твое святое, которое было обнажено на кресте, да распнет меня миру сему и похотем его через любовь к тебе, одежда твоя, о которой был брошен жребий, да разорет в клочья перед глазами моими одежду тьмы, в которую я внутренне облечен. Вода и кровь, истекшие из тебя, да будут для меня книгой освобождения от прежнего рабства. Тело твое и кровь твоя, смешавшиеся с моим телом, да пребудут во мне как залог того, что я не лишусь постоянного видения тебя в том месте, которому нет предела. Таинства веры, которые сохранил я в себе неповрежденными, да сохранят для меня что-либо достославное в тот день, когда мир будет готовиться к встрече пришествия твоего, и пусть они там восполнят недостаток подвижничества моего. да будут помянуты Господи на святом алтаре твоем в страшный час, когда тело твое и кровь твоя приносятся в жертву о спасении мира все отцы и братья, которые в горах, в пещерах, в ущельях, скалах, в местах суровых и пустынных, которые скрыты от мира, и только тебе известно, где они, те, что умерли и что еще живы и служат тебе телом и душою, о святой, живущего святых, в которых покоится божество твое, те, что оставили временный мир и уже стали мертвыми для жизни его, ибо они вышли на поиск тебя и искали тебя усердно среди бедствий своих и страданий, о царь, всех миров и всех православных отцов, которые ради истинной веры претерпели изгнания и бедствия от гонителей, те, что в монастырях, обителях, пустынях и безлюдных местах всего мира, на всяком месте и во всякой местности заботятся об угождении тебе трудами ради добродетелей, да сопутствует им, Господи, помощь твоя, и будь для них шлемом во все времена, пошли им постоянное сокровенное утешение и привяжи разум их к тебе во всех борениях их, пусть живет в них сила троицы твоей, и пусть они служат тебе до конца жизни своей с доброй совестью и добрым поведением, у достоих гавани покоя, пока они еще в теле, а тем, которые претерпевают жестокие битвы с демонами, явно или тайно, пошли помощь, Господи, и осени их облаком благодати твоей, возложи шлем спасения на мысленную голову их, не изложи силу врага перед ними, мощь десницы твоей, да поддерживай их по всякое время, чтобы они не перестали в помыслах своих постоянно взирать на тебя, облики их в доспехи смирения, чтобы разносилось от них сладкое благоухание на всякий миг, услаждая волю твою, да будут помянуты пред тобой у Господи, так же и те, кто страждет от сильных болей и горьких телесных болезней, пошли им ангелами насердия, и умиротвори души их, измученные сильными страданиями тела, пожалей Господи, так же тех, кто находится в руках шестоких, злых и безбожных людей, пошли им скоро ангелы милосердия и спаси их от рук безбожников, Господи мой и Боже мой, пошли утешение всем, кто безвинно претерпевает всякого рода бедствия, осенний Господи, святую церковь твою, искупленную кровью твоей, пусть живет в ней твой истинный мир, который ты дал святым твоим апостолам, свежичат ее святыми узами нерушимой любви, мятежник, да и не имеет силы над ней, и удали от нее гонения, мятежи и войны, как от внутренних, так и от внешних, и пусть цари и священники будут связаны великим миром и любовью, чтобы разум их был на всякое время наполнен видением тебя, и да будет святая вера стеной для паствы твоей. А меня, грешника, по молитвам их, тоже удостой сохраниться на всякий миг под мощной защитой святой руки твоей, которая есть промысл твой, объемлющий все. Аминь. Умоляю я и прошу тебя, Господи, удостой всех заблуждающихся истинного познания тебя, чтобы они познали славу твою. Для тех же, кто перешел из этого мира, лишенном добродетельной жизни и не имевшим веры, будь для них защитником ради тела, которое ты взял у них, чтобы от единого соединенного тела мира мы вознесли славу Отцу, Сыну и Святому Духу в Царстве Небесном и том наслаждении, которое не имеет конца во веки веков. Аминь. Эти размышления и это собеседование моления должны быть постоянными для тех, кто надеется в своем внутреннем человеке получить благодать Святого Духа. Благодаря таким собеседованиям они освящаются и с такой волей они удостаиваются дара свыше. Состраданием должны мы молиться и с болью докучать Богу обо всем этом. И такое отношение должны мы иметь ко всем людям. состраданием молиться о них как о самих себе, ибо таким образом придет и вселится в нас Божество и воля Его будет жить в нас как на небе так и на земле. Эта цель в молитве и размышлении должна быть также и Твоей брат наш во все дни Твои в то время как Ты стоишь на коленях на земле и в прочие часы сокровенно и внутри сердца Твоего. И если даже порядок слов и последовательность их не те же самые, несомненно цель молитвы должна быть той же самой на всякий миг, чтобы мы благодаря такой устремленности и такому размышлению удостоились дара, полученного отцами нашими, чьи тела и души сделались храмами Духа Святого. Беседа шестая того же Мар Исаака указательные знаки на пути ко спасению и о видах истинной связи с Богом, которые усматриваются в душе. Два истинных признака даю я тебе, брат мой, и в то время, когда удостоит тебя Бог внутреннего озарения, по ним ощутишь ты свет души своей. Их достаточно, чтобы указать тебе истину, которая в душе твоей воссияла. Когда по благодати и милости Господа нашего Иисуса Христа воссияет в тебе то озарение разума, о котором говорят отцы, эти два признака дадут тебе подтверждение относительно этого озарения. Но когда ты не обретаешь их в самом себе, даже если ты уверен, что достиг совершенства, знай, что весьма далек ты от них. Один из этих признаков следующий. Когда воссияет уже сокровенный тот свет в душе твоей, признаком этого станет то, что всякий раз, когда только ты заканчиваешь чтение Писания или молитву какими-либо стихами и содержащимися в них мыслями, пленен будет разум и станет размышлять о них, исследовать их и по своему собственному побуждению рассматривать их духовное значение, настолько будет он привязан к ним, что не станет рассеиваться чем-либо другим из тварного мира. Даже если ты не особенно заботишься об этом как о чем-то присущем тебе, само собой случается такое с разумом, впрочем, не все целые полностью, а, конечно же, частично. Второй признак, столь же точный, как и первый, есть следующий. Когда душа выйдет из тьмы и станет изнутри светом, тогда продолжительное колено преклонение даются отшельнику и настолько усладительным оказывается для него пребывание в них, что три дня стоит он на коленях на земле в молитве, не чувствуя утомления по причине наслаждения и не желая даже вставать с земли. И даже всякий раз, когда поднимет он голову, желая встать, по причине этой продолжительной сердечной услады, объемлющей сердце его, снова падает он на лицо свое, и молитва уже не так важна для него, ибо в ту минуту, когда молитва входит в сердце его, в такой степени ощущает он помощь Божию, и столь усиливается в нем наслаждение молитвой, что останавливается язык его и умолкает сердце его, и вот охватывает сердце его и члены его, то усладительное безмолвие, так что даже Царство Небесное, если можно так сказать, не считает он сравнивым по наслаждению с этим умолканием в молитве. Безмолвный лежит он ниц на лице своем, ночью и днем. И таким же образом, в соответствии с тем, как и насколько входит человек в это озарение разума, удостаивается он наслаждение в колено преклонений. Все это для тех, кто постоянно пребывает в безмолвии, пишу я, брат мой, не для тех, кому достойными смеха кажутся эти божественные явления, происходящие между Богом и святыми в невыразимой тайне. Какая еще мне необходимость, брат мой, говорить тебе о том, о чем невозможно сказать, ибо оно непостижимо. Отдайся труду молитвы и сам обретешь то, о чем от другого не сможешь услышать. Мужа одного среди отцов видел я, и он говорил мне, никогда не могу я преклонить колено в молитве без того, чтобы в тот же самый миг, как я начинаю молитву, тишина не ниспадала в сердце мое, и даже если целый день стою я на коленях в молитве, не способен я произнести что-либо, но молчу я невольно. Только после многих трудов нашел я это, благодаря безмолвию внезапно приобрел я это. Только от одного этого старца я и слышал о таких вещах, и не встречал я другого человека, который точно так же приобрел бы подобный опыт, или который говорил бы о нем с такой же властью, как он. Но так как не всякий человек способен слышать об этом или достичь этой благодати чистой молитвы и заключающейся в ней силы, то даже те, кто по милости Божией обрел эти блага, хранят их давшего им такое утешение для уврачевания скорбей их. Пишущий эти строки брат мой пишет об этом из опыта, и по милости Христовой немногое из многого знает он о них сам, и он утвержден в них. Другие вещи, которые более велики и превышают меру его по благодати, были открыты ему в мысли его. Впрочем, он имеет свидетелями и путеводителями писания мужей древних и достойных доверия. Когда же он по какой-либо причине лишался того, о чем шла речь выше, он также лишался и действий этого, и тех двух признаков в душе своей он не видел. Ты тоже удостоверься в них и ищи эти признаки в себе. И когда трудны для тебя поклоны и утомительно для тебя пребывание в них, или когда по окончании чтения божественных слов и молитвы без плода и без памятования об этих словах блуждает разум твой, тогда знай, что великая тьма скопилась внутри тебя. Пока в молитве и служении твоем обретается уныние, я не могу признать, что открылась в тебе дверь жизни, но лекарство от этой тьмы рождается из самого молитвенного труда, когда ты боишься и проводишь время в молитве и подвизаешься в ней, тогда быстро и в короткое время ощутишь ты помощь от молитвы, если причина для беспокойства о чем-либо внешнем или о каком-либо человеке нет внутри тебя. Беседа седьмая. Его же. отчего рождается в душе духовное чувство и сколь возвышена мера его. Есть духовное чувство, которое рождается из размышления. Оно дает наслаждение, радость и ликование душе. Есть также и другой вид, который сам по себе не спадает на человека. Ибо в начале того знания, которое происходит от размышления, от любви к учению, от богоугодного делания и собеседования, постоянно размышляет разум о том или другом. И время от времени, по причине этого прекрасного размышления о любви Божией и мысли о божественных предметах, у того, кто занимается этим с любовью, надеясь обрести свой собственный путь служения Богу, постоянно рождается внутри духовное видение вещей. Когда немного очищена душа его в служении страха Божия и трезвения, тогда духовное созерцание само по себе не спадает время от времени на душу его без всякой заботы с ее стороны. И все время человек тот встречает в разуме своем некое прозрение и внезапно оказывается разум его без движения, словно в некоем божественном облаке, которое ошеломляет его и заставляет умолкнуть. Случается так же, что без всяких прозрений время от времени безмолвие некое не спадает на человека, и разум бывает собран и погружается внутрь себя в непостижимом ошеломлении. Это гавань, исполненная покоя, о которой отцы в писаниях своих, говорят, что иногда входит естество туда, где оно приближается к порогу духовного образа жизни. С этого начинается вступление на третий уровень, то есть на уровень духовного существования. И когда очи инока устремлены к этой гавани с самого начала его ученичества и до гроба, несет он всякое телесное и душевное трудничество и различные несчастья преследуют его на этом пути. Но коль скоро приблизился инок к этому порогу, он направляет свой путь прямо в гавань и приближается к духовному образу жизни. И с этого времени происходит с ним восхитительные вещи и получает он залог нового века. Тот, кто читает это, пусть вспомнит о той собранности разума, о которой говорилось в конце четвертой сотницы глав о знании. Ибо именно таким образом подвижники достигают в своем путешествии этой гавани. И в этом служение совершенных иноков. И благодаря этому завершается их путешествие и достигает гавани тяжелый корабль их подвижничества. С этого времени удостаиваются они любви к Иисусу Христу Господу нашему. И по временам узревают они славу естества Его, ибо таков венец праведных. И исполняется на них сказанное «Ты Отче во мне, и я в них, чтобы и они были в нас едино». Ибо единство Христа в Троице таинственно изображают святые своим совершенным слиянием с Богом. К этому приблизил нас первенец наш пришествием своим. И такое совершенство несет его учение верующим. И так до тех пор, пока человек не удалится от людей и не достигнет безмолвия и пока не обратится к мысли о душе своей, не откроется благо, сокрытое внутри его. Беседа восьмая. Каковы отличительные черты тех вещей, о которых говорилось выше? Когда человек сосредотачивается в мысли своей и в безмолвии открываются они и как ощущаются они и распознаются и что они такое? Откровение блага, скрытого внутри нас, есть чувство познания истины. Царство небесное таинственно внутрь вас есть. Познание истины есть вкушение Царства небесного. О том же, что все истинное в мире сем на самом деле не истинно, слушай, истинной называем мы правильную мысль о Боге, который от Него и которую человек встречает внезапно в уме своем, словно в некоем изумлении. И помыслы восхитительные появляются в душе вместе с духовными мыслями о сокровенном. Это изумление тайнами духа, зрелость плодов образа жизни внутреннего человека. Образ жизни внутреннего человека есть символ существования после воскресения, когда нет больше телесных действий, но при помощи мысленных движений совершается оно и ощущается. Здесь же, поскольку это лишь символ той истины, оно совершается при помощи многих размышлений, ибо там, будучи совокупностью всего, оно оканчивается единым размышлением, если можно это так назвать, ибо это скорее усладительный взгляд и нерассеянное видение. Чистота души есть обнажение от плотских забот и от обеспокоенности телесными помыслами. изумление божественному естеству есть откровение нового века. Откровение нового века суть движения восхищения Богом. Этими тайнами движимо все словесное естество в том грядущем существовании, в том небесном жилище. Ибо святые силы существуют теперь в этих побуждениях, и таков их образ бытия. Этой тайной восхищены они на всякое мгновение благодаря откровениям, которые получают они различным образом через устремленность свою к божественному естеству. Это и есть тот чин, в котором все существует после воскресения. Иное откровение нового века и иное откровение о новом веке. Первые относятся к достославному и великому естеству, вторые же к различным видам дивных изменений, которые творения будет претерпевать. И каждому виду будущего существования, который в откровении прозрений узнается умом благодаря постоянному размышлению об этом и озарению. Мышление здравое и крепкое в своих проявлениях есть то, которое приобрело здравую заботу о божественных предметах. мышление детское и болезненное в своих проявлениях есть то, которое имеет слабые представления о божественных предметах. У него человеческие мысли о них, не соответствующие величию Божию. Истинное воскресение тела это когда оно неизреченным образом преобразуется в то будущее состояние по обнажении от всякой плотской нечистоты и свойственного ей. Таинственное же воскресение тела это когда воскресает оно от всякого греха, с которым было сопряжено в земной жизни и отдается превосходному служению Богу. Начало образа жизни нового человека есть постоянное ликование в божественной любви и радости последние же от здравого знания о Боге рождаются в душе. Про образовательная свобода души пред изображенная в том свободном образе бытия который ожидает нас в будущем веке. Это когда душа не будучи связана ничем телесным ни в одном из своих проявлений не подвержена страху по отношению к чему либо в этом мире происходящему от боязни житейских превратностей и отторгающему душу от вожделения одного из этих божественных благ. Ибо как перемена места для тела вызывает изменения в его составе в соответствии с новым местом, точно так же перемена происходящая в разуме вызывает изменения в силе его деятельности. Иная сила у духовных прозрений, которые возникают в связи с мирскими предметами, и иная сила у просветленного размышления о грядущих благах. Всматриваясь в них, разум приходит в изумление. Помысел о веке грядущем с большей ясностью воспринимает разум и более беспрепятственно, чем прозрение относительно материального мира. Ибо для последних необходима особая чистота и великое здравие мысли, тогда как первое требует очень малого усердия и быстро приобретает разум чудесные изменения и без труда проясняется вместе с мыслью. В этом случае, хотя человек занят прекрасными вещами, достаточно часто многие узы возникают для него, удерживая его от просветления. Так что путь разума среди этих прозрений не бывает чистым. Но это не так в первом случае, ибо беспрепятственно прилежит человеческое естество заботе о них и возводится превыше страстей, чтобы пребывать в размышлении о них, если только мы прилагаем хотя бы малое усердие, чтобы приносить разуму постоянное памятование о них, размышление о них и мысль о них. Ибо без труда получает разум это занятие и легко получает ощущение помощи, а страстные ощущения быстро отходят от него. Хорошо сказал блаженный Евагрий, крещением во оставление грехов для души является памятование о веке грядущем. Начало обновления внутреннего человека состоит таким образом в размышлении и постоянной мысли о грядущих благах. Через это очищается человек мало-помалу от обычного блуждания по земным предметам. Он бывает подобен змее, который сбрасывает старую кожу, обновляется и молодеет. Подобным же образом, насколько телесные помыслы и забота о них уменьшаются в разуме, настолько же возрастает и усиливается в душе мысль о небесных благах и всматривании в грядущие. Наслаждение от служения этим благам превосходит наслаждение телесными помыслами и пересиливает его. Постоянный плач, рождающийся от мыслей о знании, есть признак души, ощутившей надежду свою, не от чтения, не от слышания, но в самой себе ощутила она надежду служения своего. Ибо когда открылась перед сердцем дверь прозрений, невозможно более для зеницы ока удерживаться от плача благодаря чувству наслаждения, получаемому душой, иногда от сокрушения и смирения, иногда же от радости, которая возбуждается в человеке. с этого времени постепенно приближается он к изумлению через некую восхищенную мысль, которая по временам воцаряется в душе. Есть благо, которые сокрыты внутри нас, но которые изнутри сияют благодаря подвижничеству в безмолви. всякий, кто усердствует в нем, не унывая, не сомневаясь и не отчаиваясь из-за продолжительности борьбы своей, несомненно получит исполнение надежды своей. Не стремись двигаться быстрее, чем это угодно воле Божией. Не спеши настолько, чтобы стараться обогнать ведущий тебя промысл. Однако я не говорю, что ты вообще не должен быть ревностным. Тот, кто в вере и молитве предал себя Богу, не будет более мучим попечением о себе самом. Верить себя Богу означает для человека, что он с этого момента не будет поглощен печалью о чем-либо или страхом перед чем-либо и не будет опять же мучим мыслью, подобно тому, кто думает, что никто не заботится о нем. Но когда от этой уверенности отпадает человек в сознании своем, отсюда впадает он в множество мысленных искушений, как сказал блаженный толкователь в книге толкований на Матфея евангелиста, вся забота сатаны заключается в том, чтобы убедить человека, что Бог не заботится о нем. Ибо он знает, что до тех пор, пока мы ясно осознаем эту заботу и пока сознание это укоренено в нас, в полном покое пребывает душа наша, приобретаем мы также любовь к нему и попечение о том, что угодно ему. Именно этот помысел сатана стремится похитить у нас. Ибо без веры не может приблизиться человек к свободе помыслов. Свобода есть власть над помыслом, которая от Бога. Она не позволяет страху перед чем бы то ни было приблизиться к сердцу или к какому-либо беспокойному движению, которое омрачает его, благодаря той великой уверенности, которую вера дает верующей совести. Молясь с верой, не следует спрашивать у Бога, что дашь мне, ибо уверенно свободно рожденная душа в том, что Бог не нуждается в этом. Но чего-то большего просит она у Него в молитве, а именно сохранить для меня в сердце моем это великое сокровище веры, чтобы оно не было похищено у меня и чтобы я не впал в бурь помыслов. Впрочем, даже в такой просьбе не нуждается Бог. Пока не разрушит человек веру сердца своего, то есть точное знание о божественном промысле, не впадет он в помрачение разума, от которого происходит беспокойство и печаль, но наполнена душа его на всякий миг светом и радостью, и ликует душа его не пристан. И словно на небе живет человек в озарении помыслов своих, которые вера сердца его дает ему. И с того времени удостаивается он также откровение прозрений. Когда же усомнится человек в промысле Божием о нем, тогда тотчас же впадает он во множество беспокойств. Ибо даже грешниками не пренебрегает Бог, тем более теми, кто заботится о должном, кто стремится приблизиться к познанию его и любви к нему. Тот, кто обрел помысел сей внутри себя, в мире и наслаждении пребывает постоянно. Беседа девятая. О доверии к Богу, рождающемся от знания истины и от истины веры, и о благой ревности души, и о том, что если естественным образом направляет душа ревность свою, не остается в человеке никакого телесного побуждения. Тот, кто боится греха, не боится сатаны. И все, кто жаждут дарования, не боятся искушений. И тот, кто твердо верует, что перст Бога управляет всем творением его, ничем не бывает обеспокоен. Ибо знание истины наполняет сердце миром и укрепляет человека в радости и уверенности. Многие и восхитительно советы его, они истины и просвещают очи. Оно советует человеку, говоря, не беспокойся, ибо не оставлено творение на произвол судьбы. И не по своей воле движется оно. Есть у него путеводитель, который не дремлет и не спит, и не забывает он ни о какой твари. Суетные помыслы и неведения подобным животному делают человека, лишая его веры, беспокоя ум его и наполняя его призраками рассеянных помыслов. Ибо отсутствие веры лишает человека истинного знания о Боге и того доверия к Нему, который должен он иметь на всякое мгновение. Во времена этих искушений, когда так помрачен человек, он должен пасть на лицо свое в молитве и не вставать до тех пор, пока не придут к Нему с неба сила и свет, который поддержит сердце его в несомненный вере. у того, кто дал жизни движение и душе дыхание, сила не столь мала, чтобы человек не мог ощутить ее и насладиться ею, да будет поклоняем тот, кто переменами в своем действовании возбуждает нас к познанию его, так, чтобы мы умудрились относительно его и в благополучных обстоятельствах и в испытаниях. Когда сокровенный и всесильный перст Божий возбудит в человеке то святое побуждение к вере, которое внезапно воссеевает изнутри его в то время, когда человек находится в опасности, тотчас кажется ему, если можно так выразиться, будто тысяча вооруженных людей окружает его и охраняет его, ибо немедленно множество свидетельств возбуждается внутри него, которые суть дивные и благие помыслы. Они свидетельствуют о помощи Бога человеку и о том, сколь близок и сколь прилеплен он к нему ночью и днем, так что нет уже для него нужды бояться ни человека, ни демонов, ни дикого зверя, ни присмыкающегося, ибо, когда прилепляемся мы к Богу крепкой любовью, все они служат к нашей пользе и ни в чем не вредят нам, напротив, пребывают они в полном умиротворении в нашем присутствии как служители воли Божьей. Опять же, когда в результате некоего небрежения помрачается человек и иссыхает в нем этот святой свет, тотчас отбегают и скрываются от него все эти блага. И такой человек снова становится безумным и лишенным разума в своих помыслах и исполняется на нем сказанное «Свет очей моих и того нет у меня, повергли жизнь мою в яму и забросали меня камнями». И может быть, то святое осенение промыслительным образом производит это, чтобы не превозносился человек в сознании своем и чтобы понял он, что не ему принадлежат эти мир и покой. Хотя по временам покидает оно его, так что становится он слабым и немощным, оно затем снова поддерживает и укрепляет его. Не то, чтобы оно на самом деле удалялось от него в такие времена, когда происходит с ним эта перемена. Скорее, вовсе не удаляясь от него, оно словно удерживает себя, не позволяя пробудиться этим святым движением вспоможения и утешения, и тотчас ослабевает душа и страдает. Но потом снова являет оно себя душе сокровенным образом, и она приобретает силу, радуется и укрепляется. такими переменами бывает научаема блаженная душа, ведомая божественным промышлением. Эти изменения происходят в человеке для того, чтобы постоянно пребывал он смирений. Таким вот образом во все времена и на всех этапах подвижнической жизни помощь и немощь поочередно присутствуют в человеке. Бывает, что воздвигаются в нем бури против целомудрия, бывает, что сменяются состояния радости и уныния. По временам бывают у человека светоносные и радостные состояния, но вдруг опять появляются туча и мрак. Иногда нечто открывается ему в таинственных и божественных прозрениях в истину. Такие же перемены переживает человек, который пребывает в служении Богу. Иногда ощущает он помощь от божественной силы, которые внезапно появляются в уме. Иногда же испытывает он противоположное ощущение, цель которого в том, чтобы осознал человек немощность естества своего, и сколь слабо оно, немощно, неразумно, и младенчественно, и вместе с тем, сколь молниеносно поднимается оно в знании и ощущении своем на славные и чудные высоты. Таковы дела Бога и таковы вспомоществования, употребляемые волей Его по отношению к человечеству. Но может случиться, что когда прилипляемся мы к какому-либо греху в сознании нашем или в делах наших, Он даст указание относительно нас одному из этих своих истязателей, о которых говорилось выше, тех, которые пока мы двигались правильным путем и пока воля наша была полностью направлена к добродетели, служили нам на пользу, и они сурово накажут нас, чтобы тем или иным образом не отдалились мы от Бога. Теперь, однако, с благодатной помощью Божией закончим об этом и приблизимся к богатству естества Его, к океану творчества Его и к волнам и великолепию бытия Его. Беседа десятая о чине размышления и о различных видах Его и что является главной составной частью Его и о просветленном служении разума и как приблизиться человеку к превосходной степени любви к Богу и каковы отличительные свойства этой главной составной части. Есть четыре различных вида спасительного размышления, при помощи которых трудится ум над орошением знания своего ради возрастания жизни на поприще праведности. о знании телесного служения, о знании искусного и объединенного служения, о знании сокровенных борений против страстей, о знании просветленного служения, которое в Боге, оно бывает единственным образом с Богом. Последнее тоже делится на три различные части. Оно не сразу бывает просветленным, но сначала оно темное, а потом просветленное. Как у некоторых видов деревьев источается сладкий сок под действием солнца. Точно так же, когда сияет дух в сердцах наших, приближаются к светоносности движения размышления нашего, что называется духовным образом жизни. Тогда вопреки своей воле ум наш посредством некой мысли влечется словно в изумлении к Богу. Молитва же не является самостоятельной частью, отдельной от этих вещей, но она смешана с ними, иногда порождая их, иногда же рождаясь от них. Итак, всякий человек в том размышлении, в которое он ввергает себя, просветляется, и в той мысли, которой постоянно занят ум его, он умудряется и становится еще более сосредоточенным на ней, если, думая о служении праведности, он размышляет о делах праведности и бывает озарен. Вот так может он угодить Богу делами своими. И вот что вредит служению его, и вот через что преуспевает он и просветляется в мысли своей. Если опять же он думает о служении добродетели, о том, как он может угодить Богу в чистоте плоти своей, в труде молитвы, в очищении тела своего посредством поста, в чтении псалмов и в борьбе против всего, что препятствует ему. И если он думает о том, насколько многие виды подразделяется добродетель, и через какие ее составляющие части он обретает больше света и преуспевает, усердствуя в этом особенно, и что противоположно каждой из добродетелей, тогда благодаря этому становится он мудрым и глубоким. А если о страстях, помыслах и их борьбе размышляет он, как следуют помыслы один за другим, и какая страсть соединена с какой, и каково начало первой, и каков конец ее, и какой силой обладает каждая из страстей, и от чего она ослабляется, и чем усиливается. Он только сосредоточен на страстях и упражняет ум свой. Но если он размышляет о Боге и изумляется свойствами Его, и исследует одного лишь Бога, он просветляется. А в этом также заключены и вышеназванные вещи. Они, конечно, сами по себе хороши, но они суть борения, и неправильно, чтобы мысль и знание души и тела полностью пребывали в них. Ни красота служения, ни знание состязаний и борений, немысленное противостояние страстям не составляет цели надежды, которые нам проповеданы той, о которой апостол сказал. Постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и чтобы мы превосходили во всякой премудрости и во всяком духовном разумении. Как можем мы умудриться и ощутить это, если мы только в противостоянии и противоборстве страстным помыслам, в спорах с ними и постоянной заботе о них пребываем ночью и днем. А ведь многие люди упражняются и становятся искусными в этом, и их служение прекрасно и трудно, но о другом аспекте они ничуть не задумываются. Итак, что до этих других деланий, будь то телесное служение или искусное развлечение между страстями и добродетелью, то пока человек находится в постоянном размышлении о них, думает о них и мысленно перебирает их ночью и днем, он то побеждает, то терпит поражение, то падает, то встает. Его помысл то очищается, то оскверняется, то он среди падений, то укрепляется покаянием. Короче, он находится в состязании. Но когда в размышлении о Боге вовлечен ум его, человек поднимается выше состязания. Не то, чтобы он преодолел помыслы, движения и страсти, но он царствует над ними и они полностью исчезают. Они не побеждены и никакой победы здесь нет. Однако ни страсти, ни воспоминания о них, ни возбуждения их больше не возникают, ибо такой человек восхищен из мира и все мысли, действия, различия и знания о них, всех их оставляет он долу, где им и место, тогда как ум взят из их среды. Но если добродетель состоит в страстях, добродетелях и прочем, тогда вне всякого сомнения по земле блуждает разум. Когда человек размышляет о Боге и богатствах волн того, что относится к Нему и принадлежит Ему, тогда он удаляется из мира, и дверь для всех воспоминаний закрывается, и остаются страсти на своих местах праздными, а он поднят превыше того места, где они находятся, ибо нет добродетели, не сопряженной с постоянной борьбой. Есть один вид знания, сила которого в том, что он занят добродетелью, но есть и другой вид знания, который состоит в помышлении разума о Боге, как сказал блаженный Марк Отшельник, одно знание действий, а другое знание истины, как Солнце выше Луны, так и второй вид выше и преимущественнее первого. Знанием действий он называет то знание, которое рождается из служения и состязания со страстями, согласно установленным заповедям. Умудряется человек в том, что относится к закону, когда размышляет о них и пользуется ими. Знание же истины есть то знание, при котором ум поднимается превыше всего и озаряется постоянным размышлением о Боге. И одной лишь надеждой посредством мысли бывает он возвышен к Богу. это знание не учит нас знанию страстей или служения и не показывает нам их, но оно погружает нас в состязания и мысль о них, смешивая нас с Богом в своих движениях. Как же тому знанию возвыситься до этого вида мысли и что является началом размышления о Боге? Как найти мне место восхождения к Нему? Где положу начало тому, что относится к Нему? Кто покажет разуму место восхождения к Богу и погружения в Него? От опытного познания божественных реальностей возвышается человек в помыслах своих до созерцания Бога, которое есть истинное видение Его? Не естества Его, но облако славы Его. И от вышеизложенного прежде всего возбуждается в человеке размышление о Нем. И затем размышление мало-помалу охватывает ум Его, вводя Его и поставляя в облако славы Его, и в тот источник жизни, из которого жизнь проистекает на всякий миг без перерыва для всех умов, как высших, так и низших, как тех, у которых делание укреплено в сверхтелесных высотах, так и тех, чье делание земное и мертвое, как тех, чьи движения огонь пылающий, так и тех, чьи движения ограничены грубостью естества их. Чему подобно то бытие, которое невидимо, безначально по естеству своему, которое едино в себе, которое по естеству своему, за пределами познания, ума и чувства тварей, которые вне времен и эпох, которая создатель всего этого, о котором от начала времен узнавали через намеки и которого познавали в отпечатке через посредство созданной им полноты творения, чей голос слышен через творение рук его, через которые сущность владычества его стала известна первой источник бесчисленных естеств. Он сокровенен, ибо хотя в своей сущности он живет в бесчисленных, неограниченных и безначальных эпохах, его благодати было угодно сотворить начало времен и привести в бытие миры и тварные существа. Подумаем теперь, сколь богат в своем изобилии океан творчества его, и как много тварей принадлежит Богу, и как в своем сострадании он носит все, посещает все, заботится обо всем и руководит и как много тварей принадлежит Богу, и как в своем сострадании он носит все, посещает все, заботится обо всем и руководит всем, и как он со своей безмерной любовью пришел к устроению мира и началу творения, и как сострадателен Бог, и как терпелив дух его, и как любит он эту тварь, и как переносит ее, снисходительно терпя ее суетность, грехи и различные злодейства, неимоверные богохульства демонов и злых людей. И когда в изумлении пребывает человек, и ум его наполнен величием Божиим, изумляясь всему тому, что совершено Богом, человек изумляется и восхищается его милосердием, тем, как после всего этого он уготовал для людей иной мир, которому не будет конца, слава которого даже ангелам не открыта, хотя они в своем существовании насколько возможно пребывают в жизни Духа в соответствии с даром, которым наделено естество их. Человек удивляется также тому, сколь превосходна та слава и как возвышен образ существования в том веке и как ничтожно настоящая жизнь в сравнении с тем, что уготовано творению в новой жизни и как ради того, чтобы людям не лишиться этого блаженства по причине полученной ими от Бога свободы, когда они злоупотребили ею, он по своему милосердию изобрел второй дар, который есть покаяние, чтобы через него получали они обновления каждый день и им были оправдываемы на всякий миг. Причем он установил покаяние вне времен и ограничений. Оно не вызывает усталости, которая была бы сверх человеческой силы напротив. Оно происходит в разуме, воле и совести, а также в сердце страждущем и сокрушенном. так, чтобы всякому легко было получить пользу от него быстро и в любой момент. Не по какому-либо принуждению и не против воли своей и не без покаяния наследуют они ту будущую славу, но угодно было премудрости его, чтобы по своей свободной воле избирали они благое и таким образом имели доступ к нему. Все это для того, чтобы они думали, что по праву получили это, хотя это все цело от благодать и что это принадлежит им. Ибо и в этом препятствии, которое поставлено на пути, есть некая тайна премудрости его, чтобы они были под его властью насколько возможно. И хотя я говорю это по-человечески, все же допустимо говорить такое и тому подобное, впрочем, не так, чтобы ему был неизвестен конец пути каждого из нас. Но причина того, что оно поставлено на пути и то, почему необходим был дар покаяния, если мы хотим быть подняты до его мышления и его предвидения, и что от того или другого из них должно родиться все это сокрыто от знания всех людей. Ибо не могу я сказать также того, что какой-то опыт заимствовал он от них и что окончательное воздаяние, которое он совершит, будет основано на этом опыте. Это не его образ действий, чтобы от твари заимствовать начало своих мыслей, которые безначальны, ибо бытиями являются все его мысли, как и он сам есть бытие. И в отношении знания исхода его действий я утверждаю, сколь возвышено естество сие, что нельзя говорить, будто в нем есть помыслы или мысли, или что оно мыслимо, умопостигаемо или созерцаемо. Что же касается реальности будущего века, то он знает, как определить волю свою по отношению каждой из них таким образом, чтобы это соответствовало тварям, и не нуждается он в чем-либо вне себя для познания. Впрочем, термины «вне» и «внутри» неприменимы к нему. И никакие возбуждения, движения или изменения не касаются естества того, кто по своей естественной и неизреченной благости пришел к сотворению мира. И не мы были причиной того, что он замыслил для нас такое благодеяние, и не была какими-либо противодействиями с нашей стороны возмущена гладь мирного океана естества его. Это блаженное естество высоко, возвышенно и славно. Оно совершенно и полно в знании его, полно в любви его. Нет в нем временного. Когда и он вечен во всем, что принадлежит ему и свойственно ему. Он тот, кто живет во свете естества своего, тот, кто захотел приблизить тварь к облаку вечной славы своей, кто дал венец своей бесконечности твари, которую он создал, кто пренебрег честью своей власти и по своему снисхождению позаботился о том, что касается нас, кто излил вечность царства своего на полноту творения своего бытия. Господь, возвышенный превыше всякой превходящей идеи, воля которого является первоисточником естеств, и из него, как из источника, проистекают миры, твари и естества, бесчисленные и неограниченные. И чудные естества, ангельские, словесные и умные, из ничего внезапно сотворил он. Бесчисленные высшие миры, неограниченные силы, легионы светлых серафимов, страшных и быстрых, дивных и сильных, наделенных силой и исполняющей волю всесильного промысла, простых духов, светоносных и бестелесных, говорящих без уст, видящих без очей, слышащих без ушей, летающих без крыльев, действующих без рук, осуществляющих все функции членов без самих членов. Они не устают и не изнемогают. Они быстро в движениях, незамедлительны в действии, страшны для взгляда. Чудно служение их. Богаты не в откровениях, возвышены в созерцаниях. Они всматриваются вместо невидимой шахины, сущности славной и святой, в девятичинных порядках, устроенные премудростью, которая сотворила все. Звука их словословий не может вынести слух обличенных плоть. «И поколебались верхи врат святилища от звука их словословий», говорит пророк. «Они огнены в движениях, остры умом, восхитительны в знании, уподобляясь Богу, насколько это возможно». Таковы малые крохи начало деятельного размышления, которое мысленно происходит об этом божественном естестве. Поклоняем и славен Он в естестве своем. Благ во всех своих проявлениях сострадателен, любвеобилен и мягок, силен, могущественен и мудр. Он всезнающ и всесилен. Он все вмещает в пределы своего знания. Он держит в своей руке все творение. Он близок ко всякому и в то же время неизреченно отдален от всякого. Он везде и нигде. Он вмещает все и на всяком месте остается внутри себя. Творение столь великое, столь богатое всем и много различное подчинено его мановению. Ни одно из тварных естеств и ничто в творении не возникает, не движется, не колеблется и не действует без его повеления. Почему оставили мы этот источник жизни и океан знания и блуждаем по земле в делах наших и попечениях наших, так что ночью и днем брошены мы в схватки, состязания и борения с помыслами, страстями, их воспоминаниями и возбуждениями тогда, как у нас всегда есть средства без борьбы и сушить все это, обратившись к Господу. Невыносима для нас сила этих борений. Как бы мы не умудрились в распознании прилогов, помыслов, все равно будем побеждаемы и поражаемы ими. Никогда этих борений не избежим мы, ибо окончание одного борения заставляет вступить в другое. И если мы даже преуспеем в этом служении, будучи бодры и бдительны, все равно от ржавчины страстей и нечистоты помыслов, даже если иногда и побеждаем их, мы никогда до конца не очистимся. Пренебрежем ненадолго этим помышлением и этим блужданием долу, братья мои, и признаем, что немощны мы пред лицом этих помыслов и демонов. Прибегнем к Господу и взойдем немного ввысь туда, где иссыхают помыслы и исчезают движения, где угасают воспоминания и отмирают страсти, где естество наше проясняется и изменяется, когда оказывается в ином веке. Удивлюсь я, если найдется человек, в котором не воскипает восторг по отношению к этому естеству и который при этом утверждает, что знает, что такое любовь Божия и который при этом утверждает, что знает, что такое любовь Божия. Если любви Божией вкусить вожделеешь ты, брат мой, о свойствах его, о благодеяниях его и о святом естестве его думай, размышляй и вспоминай, и пусть ум твой блуждает в этом на всякий миг жизни твоей, и из этого осознаешь ты, как воспламенились любовью все части души твоей, как не спадает на сердце твое горящее пламя, и возрастает в тебе стремление к Богу, и от любви к Богу приходишь ты в совершенную любовь к людям. при помощи этих и подобных бесед, брат мой, человек сам собою возвышается из области земных предметов и пленяется любовью Божией. Он подобен тому, кто забывает свое собственное естество, ибо ничто мирское не отвлекает его и не приходит ему на ум, но иной мир ощущает он и уверен и знает, что есть еще что-то за пределами плоти и крови. Ибо добродетель взращивает всякий человек, но добродетельную мысль и достославные собеседования с Богом весьма немногие, как оказывается, приобретают благодаря просветленности помыслов своих и благодати Христовой. Когда в каком-либо человеке мысль эта становится добродетельной и вращает он в разуме те достославные предметы, которые превыше мира и которые в Боге, и когда он пленяется ими, если освободится разум его от этого, и снова в воспоминании своем окажется в миру с этими человеческими делами, то странником по отношению к миру сему видит себя такой человек, к видению мира, к его болтовне и ко всем событиям, которые обычно происходят в нем. Многие считают такие и подобные вещи праздномыслием. Они подобны человеку, который охвачен горячкой, и когда напоминают ему о сладкой пище и изысканно приготовленных блюдах, из-за плохого самочувствия он противится и огорчается. Не сама пища бывает причиной этого, но его самочувствие, которое болезнен, исполнено страданий и беспокойства, причиняемого желчью, и хочется ему чего-либо кислого или соленого. Кто обладает безмолвием и собеседованием знания, тот легко и быстро достигнет любви Божией, а посредством любви к Богу приблизится он и к совершенной любви к людям. Никогда человек, не удостоившись прежде усладительной и опьяняющей любви к Богу, не бывает способен приблизиться к просветленной любви к людям. Прийти от труда и борьбы с помыслами к просветленной любви к людям и отсюда уже подняться к любви к Богу, такого достичь в этой жизни прежде исхода из мира, как бы кто ни боролся, невозможно. Посредством заповедей и рассудительности возможно человеку подчинить свои помыслы и очистить свою совесть по отношению к людям, и он даже может делать для них добрые дела. Но что он не сможет достичь просветленной любви к людям посредством борьбы? В этом я убежден. Нет никого, кто достиг бы ее так, и никто не достигнет этой цели таким путем в настоящей жизни. Без вина не пьянеет человек и не бьется радостно сердце его, а без опьянения в Боге никто не обретет естественным образом добродетель, которое не принадлежит ему, так, чтобы она осталась в нем тихо и без принуждения. Бывает так же, что кто-либо по естеству кроток и милосерден, всякого человека с легкостью любит, милосердствуя о всяком естестве, не только о людях, но так же и о домашних животных, птицах, диких зверях и так далее. Ведь есть же такие души. Но бывают времена, когда и они тоже смущены. если какие-то причины для беспокойства возникают у них из-за другого человека. Но кто удостоился вкушения божественной любви, тот из-за сладости ее обычно забывает все. Ведь от этого вкуса все видимые предметы кажутся презренными. душа его с радостью приближается к просветленной любви к людям, не делая различий между ними. Он никогда не побеждается их слабостями и не смущается. Он подобен блаженным апостолам, которые среди всех зол, претерпеваемых от людей, были совершенно не способны ненавидеть их или присытиться любовью к ним. Это проявилось на деле, ибо после всего прочего они даже и смерть приняли ради их искупления. И это были люди, которые совсем недавно умоляли Христа послать огонь с неба, чтобы истребить самарян, потому лишь, что те не приняли их в свое селение. Но после того, как получили они дар и вкусили любви Божией, усовершились они даже в любви к злодеям, терпя все возможные напасти ради искупления их, они никак не могли ненавидеть их. Итак, ты видишь, что благодаря одним лишь заповедям не обретается совершенная любовь к людям. Не то, чтобы борение и служение должны были мы оставить и не приближаться к ним, я не говорю этого, но трудясь в них соответственно времени и месту, мы должны уходить с открытого поля битвы и отдаваться безмолвию. И когда мы научимся даже там, какому-либо частичному опытному познанию борьбы с помыслами, мы должны снова оставить это и вернуться на умственное поле битвы. В этих собеседованиях и в воспоминании о чудесном должны мы постоянно пребывать умом своим благодаря постоянному молитвенному воспоминанию. Так будем мы из-за дня в день преуспевать, радуясь душою и совершенствуясь в Боге. Просветленное размышление о Боге есть завершение молитвы или скорее оно есть первоисточник молитв, потому что также и сама молитва заканчивается помышлением о Боге. Бывает, что из молитвы перенесен человек в изумленное размышление о Боге, а бывает, что из размышления о Боге рождается молитва. Все это различные этапы на пути, по которому божественным образом бежит ум на поприще мира. Так что каждый человек взирает на свой венец. Венец инока есть умственное наслаждение, которое во Христе, Спасителе нашем, кто нашел его, тот получил уже всем мире залог будущих благ. О, Христос, источник жизни, удостой меня вкусить тебя и да просветятся очи мои. О, милосердие и сострадание, посланные миру, о, надежда твари, даруй мне вкусить наслаждение надежды твоей, да буду я слеп для мира, но просвещен духом. И через любовь твою, да будет опьяненной жизнь моя, чтобы мне забыть мир и дела его. Да будем мы пленены тобою в разуме нашем, когда собеседуем мы с великим твоим сиянием. Не оставь нас быть плененным миром через вредоносные собеседования с ним, но удостой нас по воле твоей служить тебе бодрственно и прославлять тебя без смущения в великом покое на всякий час. Даруй нам, Господи, уста полные хвалы твоей, а также разум переносящий страдания. Просвети сознание нашей чистотой, очищающей мысли, дабы стали мы жертвой приятной и непорочной для тебя в часы молитв наших. Пусть сокровенная сила твоя живет в нас, дабы укрепились чувства души нашей, дабы песнь полную изумления таинственно возгласила душа наша. И с аллилуйями вышних ангелов да восхвалим мы на всякий миг силу бытия твоего. И словно на небе, на сокровенных членах наших, да понесем святыню божества твоего. И со всеми святыми твоими да возблагодарим великое имя твое, и да послужим ему без насыщения, о славный по естеству своему отец, сын и дух святой во веки веков. Аминь. Беседа одиннадцатая о созерцании тайны креста и какую силу несет он невидимо в своей видимой форме и о многих тайнах домостроительства Божия, которые совершались среди древних и совокупность этого во Христе Господе нашим и как совокупность этого несет в себе всесильный крест. В каком смысле и чей образ являет нам форма креста, который содержится у нас в такой чести и которому радостно с любовью и ненасытимым желанием поклоняемся, история которого как бы всей твари известна и повторяема ею. Но как божественная сила таинственно живет в нем, точно так же, как Бог имеет обыкновение действовать во всяком поколении, показывая чудо силы своей в том, что на материальных предметах во все времена помещает он страшным образом свое честное имя и являет в них миру чудеса и величия и посредством их оказывает великие благодеяния человечеству. Все это мы опишем насколько возможно простым словом о силе достославной и вечной, которое пребывает в кресте так, чтобы стало понятно, что Он есть Бог, который совершает и действует все во всем, как среди древних, так и среди людей недавнего времени и вовеки. Мы не говорим о силе в кресте отличной от той, благодаря которой миры пришли в бытие, силы вечной и безначальной, ведущей творение во все времена и непрерывно, божественно и превыше всякого знания в соответствии с волей божества его. Что же, неограниченная сила Божия живет в кресте, так же, как она жила непостижимым образом в том ковчеге, которому народ поклонялся с великим благоговением и страхом, жила, совершая в нем чудеса и страшные знамения среди тех, кто не стыдился называть его даже Богом, то есть, кто смотрел на него в страхе как бы на самого Бога, ибо честь досточестного имени Божия была на нем. Не только народ почитал его под этим именем, но и иные вражеские народы. Горе нам, ибо Бог народа пришел сегодня в стан. Та самая сила, что была в ковчеге, живет, как мы веруем, в этом поклоняемом образе Креста, который почитается нами в великом сознании присутствия Божия. Что же было в этом ковчеге, делавший его столь страшным и исполненным всяких сил и знамений, помимо сосуда с манной, скрижали Завета, начертанных Моисеем и процветшего Жезла Ааронова? Не повергались ли Моисей и народ перед ковчегом в великом страхе и трепете? Не лежал ли Иисус Сын Новин, перед Ним с утра до вечера простершись на лице? Не были ли страшные откровения Божии явлены в нем, вызывавшие почитание его? Ибо Шехина Божия жила в нем, та самая, что живет теперь в кресте. Она ушла оттуда и таинственно вселилась в крест. Не в меньшей степени явлена сила этой Шехины в знамених и силах креста. Чем в тех предметах, но даже в большей степени. Не были ли все чудеса, описанные в деяниях, совершавшиеся руками апостолов, более великими, чем те, что совершались в древности? Кто не принимает последних, тот не поверит и впервые. Ибо многие силой креста укращали диких зверей, показывали дерзновение перед лицом огня, ходили по водам, воскрешали мертвых, останавливали чуму, заставляли источники течь в высокшей и дикой местности, полагали границы морям, приказывали потоком великих рек, течь в обратную сторону, обращали реки вспять. Да что говорить об этом? Даже сам сатана со всей его властью страшится образа креста, когда он начертывается нами против него. Но и о том, что важнее этих вещей, послушай, предметы, которые имели место в том служении, со всеми знамениями и силами, происходившими в их присутствии, не могли искоренить даже малый вид греха, тогда как в служении креста грех сделался подобен паутине, на которой висит нечто тяжелое, не могущее удержаться на ней. И если смерть была столь страшна для человеческого естества, то сейчас даже женщины и дети смеются над ней. Смерть, которая царствует над всем, не только оказалась теперь легче для чат веры, но и у язычников весьма уменьшился страх перед ней по сравнению с тем, что был прежде. Почитаем тот, кто отменил свой приговор нам через примирение, совершенное им ради нас. Благословен тот, кто восхотел открыто явить в наши времена вечную любовь свою, которую имеет он по отношению к твари. Ибо перед тем деревянным сооружением, о котором говорится, что в нем жила шахиня Божия, поклонение полное ужаса, было постоянно воздаваемо Богу Моисеем и всем народом. Как это так, что Бог сказал в законе народу через Моисея, не поклоняйтесь изделию рук человеческих или какому-либо образу или подобию, и однако же ковчег рукою плотников был построен и эти скрижали были высечены руками Моисея из горы и его перстом надписаны. Но поскольку люди употребляли имя идолов по отношению к тем предметам, они получали наказание, тогда как в случае этих вещей, поскольку славное и поклоняемое имя Божие было помещено на них, сила Божия была явлена в них открыта. Помощь и спасение через них получали люди, и страшные знамения совершались в них сверхъестественно. Такими же свойствами обладает крест. Ибо сразу, как только этот образ изображается на стене или на доске, или изготовляется из каких-либо видов золота или серебра или того подобного, или вырезается из дерева, тотчас он облекается в божественную силу, которая некогда обитала там, и наполняется ею, и становится местом божественной шахины, даже в большей степени, чем ковчег. Как служение Нового Завета более досточестно перед Богом, чем то, что имело место в Ветхом Завете, и как есть разница между Моисеем и Христом, и как служение, которое получил Иисус, лучше того, которое было дано через Моисея, и как слава человека более велика и более прекрасна в творении, чем слава бессловесных предметов, также и этот образ, который теперь существует, намного более досточтим по причине чести того человека, которого от нас взяло божество в жилище себе, и по причине того божественного благоволения, которое есть в этом человеке, ставшим полностью храмом его, благоволения, отличного от того прообразовательного благоволения, которое в древности было в бессловесных предметах, прообразовавших словно тень будущие блага во Христе. Подобным образом, если бы мы употребили другое имя по отношению к изготовлению этой формы, мы получали бы наказание, когда бы не поклонялись ему, как те, которые тогда подменили поклонение Богу и дало поклонству. Ныне же, поскольку это во имя человека, в котором живет божество, о котором постоянно говорится в Ветхом Завете, которого исполнение надеются увидеть наши двенадцать колен, усердно служа Богу день и ночь, мы понимаем все эти вещи. Когда мы смотрим на крест во время молитвы или поклоняемся его изображению, которое есть образ того человека, что был распят на нем, божественную силу получаем мы через него и помощи, спасения и неизреченных благ в этом мире и в мире грядущем удостаиваемся и все это через крест. Ибо и на крышку, которая была там помещена поверх ковчега, которая была изготовлена из золота и в которой сила Божия была явлена открыта, не дерзал священник, когда только входил туда, поднять глаза свои и рассматривать ее, так как страшная шахина божества была на ней, и более страшным и досточестным был вид у нее, чем у всех прочих предметов, составляющих часть этого служения. Ибо, как говорят православные отцы, что тайну человечества Господа нашего изображала эта крышка. «Если же образ был так страшен, насколько более страшно исполнение этих образов и тот самый первообраз, которому принадлежат тайны и образы, но там были строгость и великий страх, которые требовались в том служении, здесь же милость, ибо там всякий, кто проявлял дерзновение, действуя беспечно по отношению к тем тайнам, образом и символам, немедленно получал наказание, подобно тем, которые были сожжены огнем своих кадильниц. Но поскольку здесь излилась благодать без меры, строгость была поглощена милостью и появилось дерзновение и родилась некая беспечность, ненастоящая, конечно же, но преизбыток дерзновения, а дерзновение обычно прогоняет страх, благодаря великой милости Божией, которая изливается на нас во все времена. Для истинно верующих зрение Христа немалая вещь, ибо все тайны понимаются через Него. Но всякий раз, когда они поднимают глаза и смотрят на Него, они как бы вглядываются в лик Христа, и так выражают они почтение к Нему. Видение Его драгоценно для них и страшно, и в то же время вожделенно. И поскольку они также являются детьми, они имеют еще больше дерзновения к Нему, как дети обычно имеют дерзновение к своим родителям по причине доверчивой любви. И всякий раз, когда приближаемся мы к Кресту, мы как бы к телу Христову приближаемся. Так это представляется нам по вере в Него. И через наше приближение к Нему и всматривание в Него мы сразу сознательно восходим умом своим на небо, как бы благодаря некоему невидимому и сверхчувственному видению и почтению по отношению к человечеству Господа нашего поглощено сокровенное видение наше неким созерцанием таинства веры. Поэтому мы не стыдимся называть Его также Господом, Спасителем и даже Богом, ибо должны мы приносить молитву Ему как Создателю. Все это, как мы веруем, принадлежит тому человеку, чей крест благоговейно почитается нами во имя Его и из-за Него, и все, что относится к кресту, говорится о Нем. Мы также без опасений называем человечество Господа нашего, который поистине есть человек, Богом, Создателем и Господом. И слова о том, что Его руками были устроены миры и все было сотворено, мы божественным образом относим к Нему. Ибо Тот, кому принадлежит все это, добровольно вселился в Него и дал Ему честь Своего Божества и власть над всем по причине благодеяний, которые Тварь через Него должна была получить, и начало которым было положено на кресте. Также и ангелам приказал Он служить Ему, по словам блаженного Павла, вводя первородного во Вселенную, Он сказал, и допоклонятся Ему все ангелы Божии, ибо Он даровал Ему быть поклоняемым вместе с Собою без развлечения, единым поклонением Ему, человеку, который стал Господом и Божеству равным образом. Хотя естества сохраняются с их свойствами, нет никакого различия чести. Ибо мы веруем, что все, что относится к Нему, поднято до того, кто принимает это на себя, возжелав, чтобы Он участвовал в этой славе. Через крест стало известным для нас все это, и точное знание о Создателе получили мы через этот предмет, который столь презренным считают неверующий. Во Христе поистине удостоены любви Создателя и любви друг к другу все словесные существа, ангелы и люди равным образом ради единого исповедания единого Бога, Господа всего. Ибо крест это одеяние Христа, точно так же, как человечество Христа одежда божества Его. Так крест служит образом, ожидая времени, когда истинный прообраз будет явлен, тогда те предметы будут не нужны, ибо божество живет в человечестве неотделимо без конца и навеки, то есть без ограничений. Поэтому мы смотрим на крест, как на место Шехины Всевышнего, святилище Господнее, океан Тайн, Дома строительства Божия. Этот образ креста являет нашему оку веры тайну двух заветов, как было показано выше в своем месте, ибо это также печать дома строительства Спасителя нашего. Когда бы не смотрели мы на крест таким образом, с утихшими мыслями, собирается и встает перед внутренними очами нашими воспоминания всецелого дома строительства Господа нашего. Тот, в ком обитает полнота Божества телесно, как человек входил в двери грешников, презренный и умоленный перед людьми, не имевший ни величия, ни вида, по словам Исаия пророка. О, чудо! Создатель в человеческом облике входил в дом мытарей и блудниц, и когда они благодаря ему обращались к нему, он убеждал их, давая им уверенность в примирении с ним посредством учения своего. И слово истины запечатлел он истинными свидетельствами в силах и знамениях. И красотою вида его и любовью его привлечена была вся вселенная к единому исповеданию Бога, Господа всех, и знание о едином Создателе было посеяно каждом человеке. И наконец все, кто приняли учение его, утвердились в надежде, которую он дал им, благодаря тому, что своей собственной кровью запечатлел слова свои, сказанные им. Смертью своей и воскресением своим утвердил он двенадцать мужей, которые из всего рода Адамова, для этого служения были избраны по предведению Господа. И среди неизреченного великолепия он поднял его к себе на небо, на то место, куда не ступала ни одна тварь, но куда он пригласил своим собственным действием все словесные существа, ангелов и людей к тому блаженному входу, чтобы наслаждаться в божественном свете, в который облачен человек исполненной святости и в чести и сиянии неизреченном пребывающий теперь с Богом. Таковы тайны, которые несет в себе святой образ Креста. Это причина сил, которые Создатель совершает через Него для всего мира. Таков образ, которому мы с радостью поклоняемся и который почитаем. От вечности отмечен он был в сознании Создателя, чтобы через этот образ он мог дать всякому познание славы Его и свободу, которую намеревался он приобрести через Него для всего человечества. Благословен Бог, который посредством материальных предметов на всякое время таинственно приводит нас к знанию невидимости своей. Он сеет и напечатлевает в разуме нашим память о заботе Его о нас во всех поколениях посредством видимых форм связывая разум наш любовью к сокровенности Его. Да возвеселятся сердца наши в тайнах веры, которыми мы обладаем, возликуем о Боге, который так много заботится о нас. Войдем созерцанием разума нашего в это восхитительное дело, которое Он предпринял ради нас. Возрадуемся в надежде, которая открылась нам чадом Христовым в тайне Нового Завета, который мы получили через Него. Достопоклоняем Бог, который ради нашего спасения делает все в мире, чтобы приблизить нас к себе, прежде чем откроется то будущее состояние, в котором мы получим благо, достойное сынов Божьих. Достопоклоняема тайна силы Креста, даровавшего нам все это. Ангельского знания удостоились мы через Него благодаря силе, посредством Которой всякая тварь была сотворена как видимая, так и невидимая. Всяких хвалений, прославлений и словословий достойно Божественное естество, которое сотворило нас, дало нам все эти вещи и даст нам другие. Ему да будет поклонение, честь и прославление во веки веков. Аминь. Беседа двенадцатая. О созерцательном образе жизни и о том, как благотворное безмолвие и одиночество способствуют этой цели духовного знания. Жилища или келии того, кто в своем образе жизни достиг этой созерцательной беседы, ни один человек вовсе не должен проводить ночь. И более, чем во всякое время, часы ночи он должен быть отрезан от всех и оставлен наедине, чтобы совершенное безмолвие было в душе его. Ибо спаситель наш тоже по ночам избирал пустынные места, хотя чтил и любил безмолвие во все времена. Пойдем, говорит, в пустынное место и отдохнем наедине. Он сел в лодку и удалился в пустынное место. Он и ученики его и так далее. Но в эти часы он особенно удалялся от людей и пребывал в безмолвии. Не имел необходимости так поступать тот, кто все может на всяком месте. И тем не менее, он никогда не проводил ночи в обитаемых местах. Он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. Для научения сынов света, которые впоследствии пойдут по его стопам, следуя этому новому образу жизни, ввел он эту одинокую беседу с Богом. Эта беседа, которой обладают только небесные чины, была явлена людям в Сыне Божием, сошедшим до их жилища и показавшим им служение невидимых существ, чья задача заключается в возношении хвалений Богу в том великом безмолвии, что разлито по всему их миру, чтобы посредством этого возводиться к созерцанию этого славного естества Троицы и пребывать в изумлении в виде величия этой неизреченной славы. Такой образ жизни будет вести все человеческое естество после всеобщего воскресения. Да удостоимся мы как бы в залоге наслаждения уже здесь грядущими благами по благодати Христа, которому вместе с Его Отцом и со Святым Духом да будет слава и честь во веки веков. Аминь. Беседа тринадцатая О воспитании внутреннего человека По мере приближения человека к познанию истины он становится менее подвержен действию чувств и постоянно движется к рассудительному молчанию. А по мере приближения его к образу жизни мира сего в служении своем приобретает он горячность и возбуждение чувств. Образ бытия и поведения жизни сей способствуют деятельности чувств, а образ грядущей жизни духовной деятельности. И когда бы не удостоился человек этого знания, члены его внезапно ослабевают и не спадают на него безмолвие и тишина, ибо прекращается в поведении новой жизни всякое пользование чувствами. Поскольку даже всем мире не выносят чувство встречи с этой тайной, хотя словно в некоем сне прекращают они свою деятельность в минуту покаяния, даже несмотря на то, что не они встречают тайну, а внутренний человек, да дарует тебе Бог познать силу будущего века. И ты уже здесь прекратишь всякое участие в настоящей жизни. Беседа 14 Того же Мар Исаака Главы о молитве и ее внешних формах Вкратце тема настоящего слова суть следующей о том, что нельзя нам, следуя ошибочным мнениям, отказываться от телесных трудов и благоговейных внешних форм, которые соответствуют молитве, даже если бы мы достигли вершины нашего духовного восхождения. «Я имею в виду определенное время стояния на богослужении, внешние телесные поклоны и так далее». И о том, от каких великих зол спасает нас псалмопене. и о том, и о том, что когда по временам удостаиваемся мы дара чистоты молитвы и заключающегося в ней разумного видения, которое суть духовное прозрение, исполнением службы и всего чина правил, должны мы считать это. и о тех, кто пренебрегает почтительными внешними формами, страхом Божиим и благоговением, которые следует показывать в молитве, каким бедствием подвергаются эти люди в состоянии богооставленности, а также о других темах. Есть четыре вида изменения всякой существующей деятельности, характерной для всех лиц, какой бы меры они не достигли. Бывает изменение деятельности благодаря похвальной мудрой рассудительности и с богоугодным сознанием, но бывает и из-за искаженного разумения, расслабления и безумного сознания, бывает оно под давлением принуждающих причин и неизбежных обстоятельств, бывает наконец и под действием божественного милосердия. Это также относится к досточудному иноческому жительству. «Всякое изменение, происходящее с человеком в этом образе жизни, может быть признано им как принадлежащее к одному из упомянутых мной четырех видов. Оно или происходит от премудрости любви Божьей, когда сознание человека направлено к благочестивой цели, или от искаженного сознания и расслабленности, одерживающей вверх над человеком, когда более незначительным служением заменяет он тот похвальный образ жизни, в котором прежде преуспевал. Бывает также, что благодаря божественному действию человек испытывает столь сильное духовное наслаждение в Боге, что он по благодати Божией изменяется и обычное для него дело недобродетелей обновляется и превращается в нечто более высокое по чину. И тогда, благодаря восхитительному вкусу этого духовного наслаждения и обретению более возвышенного знания, прежний образ служения его отвергается, когда узревает он нечто более усладительное и достославное, чем то, над чем он трудился прежде. И по временам наполняется мысль его молитвенными движениями и от внешнего чувственного служения уходит внутрь, как это свойственно всем подвижникам. Происходит же это в соответствии со степенью временем и силой подвижничества. Но бывают и изменения от сильного нападения демонов или от приступов болезней и недомоганий. Мы тоже, братья мои, при всяком изменении, которое усматривается в нашем образе жизни, должны тотчас поспешить увидеть причину его и узнать, откуда взялся тот измененный обычай и тот новый способ, который не похож на обычный путь иноков и на их общее правило. И благодаря этому или радость наша увеличится, или мы будем смущены, при том по справедливости, когда окажется, что действуем мы недолжным образом. И таким образом во всякое время будем подвизаться сознательно, возвышаясь над тем пониманием, которое телесным образом смотрит на внешнюю сторону помыслов, на слова и действия, и сразу же в самом начале умудримся мы относительно того, чьими детищами являются эти изменения. Плохим признаком является появление следующего, когда человек оставляет положенные богослужебные часы без уважительных причин. Но если пренебречь этими часами заставила человека молитва, или если сила продолжительности ее и великое сокрушение заставили его прекратить исполнение их, или если промедление из-за наслаждения ею побудило его пренебречь часом службы, тогда человек этот совершил отличную сделку благодаря изменению произведенному завидным товаром, который попал в его руки. Ими же его прошли по прекрасным местам, как написано. Все это при условии, что не из-за легкомысленного умонастроения и презрительного отношения пренебрег он часом службы, но что напротив сладость молитвы и наслаждение ею насильно подчинили его божественной любви, в чем и заключается полнота нашего служения, которое тогда уже не подвластно и не подчинено правилу. И если постоянно случаются с человеком такие вещи, которые суть признак дарований и великая дверь к чистой молитве, тотчас поднимается он до уровня совершенных, особенно если сопровождает его благоговейное внешнее положение тела и если глубокий страх являет он перед Богом во время молитвы. Но если кто-либо не приобретя вторичного оставляет первичное, тогда ясно, что он обманут демонами и что из-за них может он совершенно отпасть от своего спасения. С этого времени начинает он незаметно скатываться вниз. Должно нам знать также и то, что неуместно для новоначальных стремления к подобным открытиям, даже если они преуспели в обучении, а также для тех, кто без строгого трезвения и сознательного безмолвия хочет узреть эти вещи самих себе. Не бывает собранности разума и чистой молитвы без огромного трезвения в словах и делах, а также без хранения чувств. И знание, которое от благодати не может появиться, кроме как если в безмолвии приобрел человек великую рассудительность. В соответствии с честью, которую оказывает человек Богу в час молитвы как телом, так и разумом, открываются для него врата помощи, ведя к очищению мыслей и озарению в молитве. Великой благодати свыше удостаивается благодаря сокровенному промышлению Божию тот человек, который являет благоговейное и почтительное положение тела при молитве, простирая руки к небу, но оставаясь при этом скромной позе или припадая лицом к земле. Кто постоянно украшает молитву свою этими внешними формами, тот немедленно и легко удостаивается действия Святого Духа, ибо велик Господь в глазах Его, и показывает Он благоговение в жертвах, приносимых Господу в те часы, которые отведены для Него законом свободы. Вы должны знать, братья мои, что во всем служении нашим Бог весьма желает внешних форм, конкретного почитания и видимых способов выражения благоговения не ради себя, но ради нас. Он Сам не получает пользы от подобных вещей и не теряет ничего, когда ими пренебрегают, но они из-за немощи естества нашего. Если бы они не требовались, Он Сам не принимал бы этих внешних форм и положений тела на себя во время своей земной жизни, говоря таким образом с нами в святых писаниях, Сам Он ничем не может быть обесчещен, ибо честь принадлежит Ему по естеству Его. Но у нас складывается непочтительное отношение к Нему из-за привычной небрежности и дерзкого неуважительного поведения и отпадаем мы от благодати по собственной воле, ибо сами становимся виновниками от падений. Подвергаемся мы также непрестанным нападениям и постоянному обольщению со стороны демонов по мере того, как приобретаем естественную склонность к удобству и пороку. Ибо многие пренебрегли всем этим в помыслах своих и вообразили будто достаточно для Бога одной молитвы сердца, будто когда лежат они на спине или сидят в непочтительной позе, тогда, дескать, достаточно лишь внутренней памяти о Боге. Не позаботились они об украшении внешней стороны своего служения продолжительными стояниями, соответствующими их телесной силе или почтительной собранностью чувств. Преклоняя колено к земле, не бывают они подобны приближающимся к огню и не принимают на себя благоговейное положение ни внутренне, ни наружно и не воздают честь Господу, почитая его всеми членами тела и благоговением на лице, ибо они не учли силы своего противника, отчего и впали в прелесть и поддались ее действиям, не поняв, что они пока еще смертные и бывают движимы своей душой, которые свойственно оступаться, и что они еще не достигли духовного состояния, и что воскресение еще не произошло, и они еще не приобрели непоколебимость. Пока живо тело, пока человеческое естество нуждается в труде и ежеминутном упражнении в чем-то новом, они уже выжелали проводить жизнь в духовном состоянии и отделиться от того, что в мире страстей по необходимости ежедневно происходит. Воображая себя мудрыми, они совершили постыдные дела тем, что признак гордости и презрения по отношению к Богу появился в них. И из-за молитвы которые есть источник всякой жизни обрели они погибель, потому что сочли возможным проявить пренебрежение по отношению к тому всечестному, который не может быть презираем и который чтим всякой тварию. мы не принуждаем больных или немощных подчиняться закону и не говорим, что следует подвергать человека тому, что ему не по силам, ибо все, что совершается со страхом и трепетом, необходимым при общении с Богом, пусть даже оно совершается вне обычного закона, бывает для Бога как избранное приношение. И не только не осуждает Он того, кто так поступает, но ничтожные и несущественные вещи, сделанные по доброй воле ради Него, принимает Он наравне с великими и совершенными деяниями. И даже если они предосудительны, они принимаются состраданием, и прощаются совершители их без всякого осуждения Богом, который знает все, которому все известно прежде, чем оно происходит, и который знал о нуждах естества нашего, прежде, чем Он создал нас. Ибо Бог благ и милосерден. не в обычае у Него судить слабости естества и дела, совершенные по необходимости, даже если они предосудительны. Однако Он осуждает нас, когда добрыми делами, которые мы могли сделать, мы пренебрегли. Он не осуждает наклонность естества к чему-либо, даже к великому и добровольному греху, но осуждает Он действия и воздает по справедливости, если знает, что за этим воздаянием последует сокрушение, страдание разума и хотя бы малый шаг к исправлению, даже если те же самые вещи могут повторяться десятки тысяч раз. Особенно если человек не предает себя полностью погибели, но страдания овладевает им, когда видит он свое порабощенное положение, ведущее его в никуда, и когда презирает он себя, склоняется к исправлению и печалится положение, ведущее его в никуда, и когда презирает он себя, склоняется к исправлению и печалится о своих проступках и ошибках, не только не отвергается он всесовершающей волей, да не будет, но без сомнения он весьма близок к помилованию. Сказав все это, мы тем не менее осуждаем тех, кто извращает порядок молитвы по своему произволению, тех, чей безумный разум притворяется совершенным, и при помощи своего ложного знания укореняются они самовольных действий, ибо в молитве сердце приобретает большее дерзновение к Богу, чем в службе. Однако полное пренебрежение последней причиняет гордыню, а из-за гордыни отпадает человек от Бога. Видишь ли само то, что человек принуждает себя подчиниться закону, хотя по своему образу жизни он является свободно рожденным, смиряет душу его, а демону гордыни не дает возможности внушить ему какой-либо злой помысел. Постоянно думая о себе как ничтожном и неспособном к свободе, смиряет и уничижает он гордыню помысла. Нет лучшей узды, чем эта, чтобы вложить ее в уста разума, который превозносится. По этой причине святые отцы не только в службе, но и в молитве, хотя молились они непрестанно, будучи наполнены духом, и даже на миг, не прекращая молитву, соблюдали то, что было предписано совершать. В определенные часы совершали они установленные количества молитв, сопровождавшиеся внешними положениями тела и поклонами в соответствии с целью закона, который установили они сами себе. Ведь не зря отцы эти возложили на себя одни сто, другие пятьдесят или шестьдесят и так далее молитв. Люди, которые сами полностью сделались алтарем молитвы. Для чего необходимы были определенные количества, когда у них вообще не прекращалась молитва? Говорится о ста молитвах Евагрия, о шестидесяти блаженного Макария, о пятидесяти Моисея Мурина и индийца, о трех стах Павла Великого Мура Отшельника и о других подобных вещах. Причина, по которой эти блаженные отцы стремились соблюдать закон словно рабы, заключалась в страхе впадения в гордыню. Молитва их сопровождалась утруждением плоти определенным количеством поклонов с поклонениями перед крестом. И те установленные и определенные молитвенные правила, о которых написано в связи с этими отцами, не были, как говорят прельстители, только молитвами сердца. Так утверждают люди с мисселианским сознанием, те, которые говорят, что поклоны не нужны. Никак нельзя говорить такое о святых отцах. Упреки в адрес других, порицания и осуждения не входят в нашу задачу здесь. Да это и вообще не в нашем обычае. Мы, конечно, не смотрим свысока на самих тех, кто делает это. Однако, когда речь идет и вопрос ставится об истине, пока прежде открыто не осуждена ложь, невозможно утвердиться в истине, воплощать ее в жизнь с точным видением разума и остерегаться противоположного ей. И даже те, кто шествует прямым путем, идут по нему намного более уверенно, если дорога ведущая в противоположную сторону ясно указана. Но поистине были у отцов эти поклоны, посредством которых особенно смирялась душа. Для совершения их они благовейно вставали со своих мест, если только им не возбраняло этого физическая немощь. С великой почтительностью и великим смирением разума и тела падали они на лица свои перед крестом. Эти поклоны совершались помимо тех молитв, которые имели место в сердце. Однако всякий раз, когда они вставали, совершали они много поклонов, насколько позволяли им время и телесные силы. они целовали крест пять или может быть десять раз, совершая поклон и целование после каждой молитвы. Совершая такие действия, человек мог внезапно обрести жемчужину, которая в одной единственной молитве вмещала бы все остальные. А бывало, что человек стоял на ногах или на коленях и восхищалась мысль его молитвенным изумлением состояния, не подвластной воле плоти и крови, а также душевным движением. Или он был в одном из тех состояний чистой молитвы, которые мы изъясним позднее. Таким способом исполняли они эти большие количества молитв, как я сказал, а не так, как кажется многим другим, кто говорит, что отцы всякий рад вставали для каждого отдельного поклона, ибо жалкая плоть не способна к таким количествам, и если человек должен вставать каждый раз для каждой отдельной молитвы, они никогда не смогли бы совершать такое количество молитв, если бы им приходилось вставать со своего места сто или шестьдесят или пятьдесят раз в день, не говоря уже о трехстах или более, как было в обычае у некоторых святых. Иначе не оставалось бы возможности для чтения и других необходимых дел, и невозможно было бы продлить молитву, если бы случилось, что по благодати дан был человеку дар слез в молитве его, или просветленные движения исходили из молитвы его, как часто случалось с теми, кто удостаивался одного из этих видов благодати в такие минуты. Напротив, он был бы исполнен поспешности в службе и суеты во всем служении своем. Если кто-либо не верит этому, пусть испробует на себе, возможно ли человеку, не нарушая мира, вставать с места пятьдесят раз в день, не говоря уже о ста или двухстах, так, чтобы он оставался невозмущенным внутри себя, и чтобы молитва его была мирной, и чтобы исполнял он при этом также службу свою и положенные чтения из Писания, которые составляют значительную часть молитвы, и все это без возмущения. Сможет ли он выполнять это в течение недели, не говоря уже обо всех днях его жизни? Бывает, что частичные дарования обретает человек во время молитвы, такие как обилие слез, или наслаждение словами молитв, распространяющиеся в сердце словно мед в сотах, или воскипение благодарений, которые благодаря радостному смирению заставляет язык умолкнуть, или внезапное возбуждение надежды в молитве его, или некое прозрение в божественное домостроительство, рождающееся из молитвы или из воспоминаний о предшествующем ей чтении. Такое обычно появляется и остается в течение многих часов, когда человек лежит, растершись на лице, в одном из тех состояний изменения, которые суть дар чистой молитвы и наслаждения ею. Иногда такое случается, когда человек стоит или когда он на колене. Такие вещи считаются у отцов чистой молитвы, а не восхищением ума. последнее есть всеобъемлющий дар и совокупность всех состояний, которые доступны совершенным мужам. Эти состояния случаются не только с мужами, преуспевшими в прочие часы молитвы, но и со всеми молящимися. Это естественные дарования, соответствующие усердию и бдительности. Напротив, то дарование является сверхъестественным. Такие вещи, как озарение мыслей, точное понимание стихов Писания и подобные являются веревкой для ума святых в час молитвы и службы, ибо при помощи их от пустого блуждания удерживается ум и приближается к Богу. Ибо без них нет другого похвального средства для ума освободиться от внешних помыслов и собраться внутрь себя на службе и на молитве, если, конечно, мы не следуем тем, кто учит, что мы должны оставить божественные размышления и точное исследование смысла стихов и кто позволяет разуму своему блуждать в фантазиях, так, как если бы они имели доступ к чему-то большему, чем то, что возможно для мирян. Но у многих отсутствует и в немногих обретается то, что требует безмолвия, великого трезвения и чистоты разума, а именно то, что вызывает озарение помыслов в час молитвы благодаря устремленности к божественным тайнам. Воображение же разума и добровольное сочетание помысла с каким-либо образом или фантазией есть то, что достижимо даже для мирянина. Для этого не нужна ни чистота, ни безмолвие, не пустын на жительство. Для чего же тогда трудность отшельничества, удаления от мира и озарения помыслов в час молитвы? Неужели тщетно мы подвизаемся и бесцельно трудимся, если мирянин, живущий в миру и имеющий жену и детей, может совершать все это, когда захочет? Неужели надежды наша не простирается далее этого? Истинное видение Иисуса Христа Господа нашего заключается в том, чтобы постичь силу дома строительства его по отношению к нам и опьянеть от любви к нему благодаря прозрениям в те многие дивные вещи, которые связаны с этим видением. Служба псалмов есть закон, который порабощает душу смирению, свойственному подчиненным. В законе этом есть свобода и в свободе есть закон. Некоторые испытываются и побеждают благодаря закону, другие же благодаря свободе от него. В свободе, как говорят, человек достигает большего преуспеяния, чем подчиняясь закону. Однако многие ошибочные пути весьма часто вытекают из свободы. Многие виды падения таятся в ней, а с законом никто не сбивается с пути. Те, кто сохраняет себя в узде его, могут подлегнуться падению в том случае, если они прежде всего оставили его и пренебрегли им. Поэтому древние святые, которые совершили свой путь, не сбившись с него, подчиняли себя закону. Многие, однако, оставив законные пределы, прибавили к своей деятельности то, что сверх закона, но их дополнительный труд, который вне закона, не воспрепятствовал им впасть в руки демонов. Никто не сможет оспаривать это, ибо словно лучи солнца воссияли рассказы об этих мужах для нашего научения. Есть закон свободы и есть закон рабов. Рабский закон — это когда говорят «Я вычитаю столько-то псалмов за каждой службой и такое-то количество их на каждой молитве». Такой человек находится под ермом во все свои дни без изменения. Не может он ничего изменить, так как связан необходимостью в молитве и службе детально следовать тому, что он установил для себя, то есть строго соблюдать число псалмов и время, проведенное в чтении. Все это совершенно чуждо всему пути истинного знания, ибо при этом не учитываются ни божественные действия, ни немощь естества, ни необходимость постоянной борьбы. В первом случае благодать дается так, что человек задерживается на молитве по собственной воле. Во втором случае естество оказывается слишком слабым для исполнения правила по причине демонских нападений, которые способствуют усмирению гордыни. Закон свободы состоит в неизменном исполнении семи служб, которые Святая Церковь установила для нашего целомудренного образа через отцов, собранных Духом Святым на Вселенский Собор. И нельзя нам отшельникам думать, что мы не должны подчиняться Церкви и ее руководителям и их законам. Именно по этой причине соблюдаем мы предел семи богослужебных часов, как Церковь установила для нас чад своих. Это не означает однако ни того, что за каждой службой я должен исполнять такое-то определенное количество псалмов, ни того, чтобы человек устанавливал на каждый день определенное количество молитв для произнесения между этими службами в течение ночи и дня, или временной предел для каждой из этих молитв, или определенный порядок слов. Но сколько благодать дает ему силы, столько и задерживается он на каждой молитве, и молится столько, сколько необходимо, и использует ту молитву, которую хочет. И пока он молится, он становится все более собранным и нерассеянным, особенно по причине наслаждения молитвами подобного рода. И в соответствии с силой естества и мудростью, какую дает ему Господь, измеряет он свое прошение. Если человек говорит о молитве, которую произнес наш Спаситель, что только ее должны мы повторять во всех наших молитвах, используя те же слова и сохраняя тот же порядок слов, но не их смысл, такой человек неправильно понял цель, с которой молитва эта была произнесена Спасителем нашим, и никогда не приблизился он к образу мыслей блаженного толкователя. «Ибо Господь наш не учил нас здесь определенной последовательности слов, но Он вместил в эту молитву учение о том, на чем мы должны сосредоточивать разум в течение всей земной жизни. И смыслом установленного им было именно это, а не определенная последовательность слов, повторяемых устами. И так всякий раз, когда представляем мы эту молитву в разуме как то, к чему надо стремиться, мы должны молиться, следуя ее смыслу, и в соответствии с ним, должны направлять движение нашей собственной молитвы, испрашивая царствия и праведности, или иногда избавления от искушений. По временам можем мы просить о нуждах естества нашего, то есть о пище на этот день, и о прочих вещах, в соответствии с целью, которую Он указал, говоря нам о чём мы должны молиться. Итак, мы должны молиться, исходя из смысла, и в соответствии и согласии с Ним, должно нам исправлять жизнь свою, когда мы молимся той молитвой, которой Господь научил нас. Просвещенные и понимающие смысл именно так понимают предания, полученные нами от Господа нашего в форме молитвы, а не как последовательность и порядок слов. И Господь наш, конечно, не был озабочен последовательностью слов, когда преподавал Он учение о словах молитвы и наставлял учеников относительно смысла ее. Напротив, Он наставлял нас не примешивать к молитве, как делают язычники, те или иные вещи, которые противны заповедям Его. Ибо это детский образ мыслей, когда вникают в последовательность слов и бывают озабоченные ею, вместо того, чтобы ставить целью для своего разума смысл слов и, исходя из него, изыскивать молитвы, прошения и прекрасные мысли, полезные для образа жизни нового века. Изменение внешней формы слов ничего не меняет в молитве, которую передал Господь наш, если только мы молимся, исходя из ее смысла, и разум наш следует ему. Забота моя заключается в том, чтобы от всякого вреда сохранен был любящий наставление, поскольку он озабочен тем, чтобы открыть истинный смысл Писаний, чтобы он не споткнулся обо что-либо и не считал полезное вредным, и чтобы не воспринимал он что-либо, лишь исходя из его внешней формы. Когда ты слышишь о неких мужах-отшельниках, то, что говорит о них история, как тот или иной повредился от непрестанной молитвы, или как, опять же, некоторые из них были прельщены демонами, потому что пренебрегали псалмами, или не занимались ничем другим, кроме непрестанной молитвы, и многие из них впоследствии повредились или были осмеяны бесовскими призраками и тому подобное. Не огорчайся тем, что внешне слышишь, внутренне не понимая смысла этого, и не впадай в сомнение о вещах, которые исправляют всякое наше повреждение. Ни постоянство молитвы не порождает заблуждение, ни опущение псалмов, если для этого есть уважительная причина. Причиной заблуждения считаем мы не молитву, источник жизни, и не заключающийся в ней труд, но то, что некоторые люди оставили почтительные внешние положения тела и склонились к своим собственным законам и особым обычаям, которые они сами для себя установили по своему произволу, и то, что они полностью лишили себя святых тайн, пренебрегая ими и презирая их, и то, что они также лишили себя света божественных писаний и перестали исследовать слова отцов и их наставления о приемах борьбы с демонами, и то, что они оставили различные виды смирения, поклоны, продолжительное лежание на земле, страждущее сердце и смиренный внешний вид, соответствующий молитве, скромную позу, смиренно сложенные руки или простертые к небу благоговейные чувства на молитве. И охвачены они различными формами гордыни, из-за которой примешивают к молитве оскорбления в адрес Бога, забывая о возвышенности божественного естества и обренности их собственного естества. Они сопровождают молитву надменными внешними позами. При всем том, слова их молитв ничем не отличаются от псалмов. Ибо большинство молитв состоит из слов, выбранных из псалмов, которые содержат настроение и чувства молитвенной печали или благодарения, хвалы и прочее. Так иногда, когда человек простирается на лице или когда персты его и взгляд подняты к небу, страдания примешиваются к словам молитв, и человек повторяет их медленно. Иногда страдания и боль сердца его становятся причиной пробуждения глубоко прочувствованных слов молитвы или радость прорывается в ответ на что-либо, побуждая этого человека заменить молитву на хваление вследствие наслаждения разума его. То же относится к прочим молитвенным движением, который Дух Святой пробуждает в святых и в словах которых содержатся тайны и прозрения неизреченные. И хотя сохраняется внешняя форма молитвы, цель прозрения заключается в изъяснении тайн и совершенного знания, которые вместе с мудростью от Духа получают святые в молитве. В соответствии с направленностью и целью своего сознания человек или приближается к Богу, или отпадает от истины, а не в соответствии с внешними признаками того, что совершается или чем пренебрегают. Ибо вот многие из древних отцов я говорю о некоторых великих отшельниках даже не знали псалмов. И однако на подобии огня восходили молитвы их к Богу благодаря прекрасным деяниям и смиренному сознанию, которыми они обладали. Слова их прогоняли демонов, как мух, которые улетают от нас. Но многие использовали молитву для извинения своей лени и гордыни, не получив благую часть, они и ту часть, которую имели, потеряли. И хотя ничего не удержали они в руках, вообразили они, что достигли совершенства. Другие же только по причине своего воспитания и своей образованности вообразили, что этого будет достаточно им, чтобы обрести познание истины. Понадеявшись на свою светскую культуру и обычное чтение, они отпали от истины и не смирили себя, чтобы снова встать. Ибо если молитва исполняется в различных внешних формах, она является исполнением не только псалмопения, но и всех добродетелей, чтобы мы не воспринимали это утверждение как что-либо обычное, рассмотрим и изучим истину посредством точного исследования. Скажи мне, брат мой, есть ли такой человек, который почти три ночи и три дня лежит на лице перед крестом, как некоторый из отцов, или который получил дар слез во время службы, то, что большинство благонамеренных братьев испытывает, слез, которые льются в таком изобилии, что этот брат не в состоянии закончить службу, даже если он усиливается сделать это, но оставляет он службу из-за обильного плача и бывает подобен человеку, пробудившемуся от глубокого сна, и все тело его, так сказать, становится источником плача из-за сердечного воздыхания, происходящего от благодати, которая в нем. И орошается он слезами или от некой радости умолкает язык его, и по причине дивных прозрений льются слезы его и омывают лицо его, когда душа его бывает восхищена и исполнена неописуемого упования. Итак, брат мой, считаешь ли ты праздностью это оставление службы, это прекрасное изменение и другие вещи, которые случаются с отшельниками в молитве и во время службы? Ведь не обо всех этих вещах позволительно говорить, но те, о которых я сказал, относятся к святому псалмопению, когда оно поглощено чистой молитвой. Они не относятся к извращенному умонастроению месселиан или к расслабленности и лени. Совершенным деланием должно считать такую службу, ибо в ней приближаемся мы к тем вспоможениям, которые от благодати. «Да удостоит нас Бог вкушать от благодати Его во все времена, дабы приближаться нам к изумлению им через ощущение величия Его в службах и молитвах наших, и да даст Он нам премудрость тайн своих, дабы нам отделиться от мира и раствориться в любви Его. По молитве отцов наших, которые шли этим путем, угождали Ему и хорошо служили Ему. Аминь. Беседа пятнадцатая Того Божимар Исаак Глава, которая подробно показывает и хорошо объясняет, что есть чистая и нерассеянная молитва. Итак, мудрый человек, когда устремляет лицо свое к тому, чтобы стремиться к обретению чего-либо нужного и необходимого, о приобретении, чего обычно тоскует он с вожделением, не должен спешить обрести это, надеясь только на внешнее слышание, без того, чтобы сначала узнать, как оно приобретается и что оно такое. в противном случае, когда предмет этот попадает в руки его, не сумев распознать его, он легко теряет его. Но необходимо с усердием собирать сведения об этом предмете и приобретать безошибочное знание о нем. Затем, когда он знает, что это такое, он будет знать, как заботиться об обладании им, к чему именно должен он стремиться и на что надеяться. иначе будет искать он невозможного и надеяться на невозможное вместо того предмета, который поистине достижим для него. Чистота молитвы и собранность разума в молитве о человек, ученик истины, есть точное размышление о добродетели, которым мы усердно занимаемся во время молитвы. Как чистота сердца, относительно которой отцы увещевают и которой поощряют, означает не то, чтобы человек был совершенно без помысла или мысли или движения, но то, что сердце его должно быть очищено от пороков и что он видит все добрым и по-божьему думает об этом, точно так же обстоит дело с чистой и нерассеянной молитвой. Последнее не означает, что разум совершенно лишен какого-либо помысла или блуждания любого рода, но что не блуждают он по пустым предметам во время молитвы. Если он блуждает по чему-либо благому, это не значит, чтобы он был вне чистой молитвы, но он должен размышлять о необходимом и думать о том, что достойно Бога во время молитвы. От человека не требуется так же, чтобы пустые воспоминания не приходили вовсе, когда он молится, но чтобы он не увлекался ими и не блуждал по ним. Ибо есть плохое блуждание и хорошее блуждание. Когда ты на молитве, не стремись к тому, чтобы вовсе не блуждать о разумом, ибо это невозможно. Но стремись блуждать в том, что является благом. Ибо даже чистая молитва есть так же блуждание в чем-либо, но это блуждание прекрасно, ибо прекрасен поиск блага. Блуждание плохо, когда в пустых помыслах или дурной мысли блуждает человек, и когда помышляет он о дурном, молясь перед Богом. Блуждание хорошо, когда по Богу блуждает разум во время молитвы своей, по славе его и величию, благодаря воспоминанию о прочитанном в Писании и прозрению смысл божественных изречений и святых слов Духа. И если кто старается связать свой помысел от блуждания или воспретить разуму своему самовольно входить в размышления о подобных вещах во время молитвы, то поистине нет другого столь безумного, как он, если думает он, что такой вид блуждания чужд и не свойственен чистой молитвы. Ибо ни полезные воспоминания о прочитанном в Писаниях Духа, ни пробуждения в разуме прозрений и созерцания божественных благ в час молитвы, не считаем мы чуждыми чистой молитвы и нарушающими собранность помыслов в молитве. Чтобы человек исследовал, думал и сосредоточенно размышлял о предмете моления и о содержании молитвы, это прекрасная молитва, если она созвучна цели заповеди Господа нашего. Весьма хороша такая собранность разума. Если разум освобожден от этого и растворяется в божественном или если какая-то прекрасная мысль не спадает на него благодаря прозрениям писаний о Боге, либо личных прозрений человека, либо принадлежащих всей общине, прозрений в божественный промысл и домостроительство, относящихся либо к каждому отдельному дню, либо ко всем вместе прозрений, от которых славословие Богу возбуждается в глубине сердца, или благодарение и радость о величии его, о возвышенности, сострадании его и любви его к нам. Такое блуждание даже лучше молитвы. Каким возвышенным и чистым ни было бы моление человека это вершина всякой собранности разума и прекрасной молитвы. Когда разум бывает совершенно без мысли или помысла, это молчание разума, а не чистота молитвы. Одно дело чисто молиться, и совершенно другое, чтобы разум был умолкнувшим от всякого блуждания или прозрения слова молитвы и чтобы оставался без движений. Ни один человек не будет настолько неразумен, чтобы благодаря борьбе и силе воли желать обрести это, ибо это дар откровения ума, это превышает меру чистой молитвы и неподвластно воли. Ибо помимо этого двумя выше упомянутыми способами возможно разум ублуждать в молитве или в помышлении о прошениях своих или в созерцании сказанного в Писании и мудром помышлении о Боге Господе всего, которое совершается неким разумным образом. Кто как-либо по-иному мыслит о чистоте помыслов и собранности разума, думая, что есть другой способ обрести их, тот недугует в неведении своем и ограничен грубостью своего образа мыслей. Ты же, о мудрый, неподвижности в молитве не требуй от разума, как делают глупцы, ибо этого нельзя ожидать от естества. Но старайся, как делают мудрые, обрести прекрасные движения во время молитвы, а именно помышления о прозрениях духа и утонченное сознание, которое в час молитвы помышляет об угождении воли того, кто есть создатель всего. это вершина всякой добродетели и всякой молитвы. Когда во всем этом получишь ты благодатную силу и укоренишься в постоянном размышлении о них, станешь ты человеком Божиим, близким к духовным благам, а также близким к обретению того, к чему ты неосознанно стремился, а именно к ощущению Бога, к изумлению разума, удалившегося от всяких образов и к духовному молчанию, о чем говорят отцы. Блажен ты, ибо удостоишься великой радости и веселия в Господе нашем. Ему слава и честь. Нас же да усовершенствует Он познанием тайн Своих во веки веков. Аминь. Беседа шестнадцатая. Его же об осенении хотя раньше мы уже говорили об этом в другом месте, когда представился подходящий случай, не будет утомительным для нас осветить эту тему дополнительно. Осенение есть имя, указывающее на помощь и заступничество, на получение небесного дара. Например, Дух Святой сойдет и сила Всевышнего осенит тебя. Другой вид осенения имеется в виду в словах «Десница Твоя Господи осенит меня», что является просьбой о помощи, так же, как «Я осеню этот город и избавлю его». Итак, мы понимаем, что есть два вида действия в осенении, которые приходят к людям от Бога. Одно таинственно и умственно, другое действенно. Первое есть освящение, принимаемое посредством божественной благодати, то есть, когда по действию Духа Святого освящается человек телом и душой, как было с Елисаветой, Иоанном Крестителем и Блаженной Марией, благословенной между женами, хотя последнее несравнимо с другими видами освящения и выше того, что дается чину тварных существ. Но обратимся к частичному осенению, которое случается с прочими святыми, словно с членами тела. Таинственный вид осенения, который происходит с некоторыми святыми, есть действенный вид, осеняющий ум. И когда этого осенения удостаивается человек, ум бывает охвачен изумлением и расширен неким божественным откровением. Пока это действие осеняет ум, человек поднят над движением душевных помыслов благодаря причастию Духа Святого. Это то, о чем говорит апостол Ефесиным в форме молитвы, ибо он хотел научить их этой тайне, когда говорил, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа Премудрости и откровения к познанию Его и просветил Отче сердца вашего. А для чего это? Дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих. Это один таинственный вид осенения. Когда эта сила осеняет человека, удостаивается он славы нового века через откровение. И это удел, выпавший на долю святых света, о которых говорил блаженный Павел. Его удостаиваются те, что получили освящение ума от духа благодаря их святому и добродетельному образу жизни. Другой вид осенения есть тот, который узнается через действие. Это умственная сила, защищающая человека и носящаяся над ним постоянно и отгоняющая от него все вредоносное, что может приблизиться к его телу или душе. Невидимо ощущается она умом, который озарен и обладает знанием посредством ока веры. На опыте познают его святые, как написано, ангелы Господни ополчаются вокруг боящихся его и избавляют их и много скорбей у праведного и от всех их избавит его Господь. Беседа 17 того же Мар Исаака о том, чем сохраняется сокровенное трезвение в душе и откуда сонливость и холодность входят в разум и угощают в душе святую горячность и уменьшвляют стремление к Богу ради духовных и небесных наслаждений. Нет возможностей у сопротивника воспрепятствовать желающим благого, если только для хитрого лукавства его не найдется места в самих любящих благое. Дело вот в чем. Ко всякому побуждению к желанию благого в самом начале возникновения его присоединяется некая ревность, напоминающая по теплоте своей раскаленной угли. Она обычно словно стена окружает это побуждение желания и отгоняет от него всякое возможное препятствие или помеху. ибо обладает она великой мощью и невыразимой силой для всецелого укрепления души, дабы не ослабевала душа и не колебалась под воздействием всевозможных неприятностей. И это первое побуждение есть силы святого желания, насажденное в естестве души, то есть побуждение возбуждаемое силой раздражительной способности которая естественна для души, которую Бог естественным образом поместил в нас, дабы охраняла она пределы естества, посылая мощь стремительности своей для исполнения естественного желания души, то есть добродетели. без этой мощи добродетель не взращивается, она и называется ревностью. Вот что дает ревность душе, возбуждая, воспламеняя и укрепляя ее время от времени, дабы человек презирал тело в скорбях и страшных искушениях, встречающих его, дабы с уверенностью предавал он себя на смерть и противостоял силам мятежника ради исполнения того, что особенно любит душа. Ибо человек некий, облегченный во Христа, где-то в книге своей назвал эту ревность сом и стражем закона Божия, который есть добродетель. Добродетель же есть исполнение законов Божьих. Укрепляется же эта сила ревности, пробуждается и воспламеняется, дабы охранять дом по двум причинам. Так же и ослабляется, впадает в дремоту и небрежение по двум другим причинам. Первая причина воспламенения ее и возбуждения возникновения некоего страха в человеке, ибо он опасается за добродетель, которую или уже приобрел, или должен приобрести, как бы ни была она похищена у него, или погублена по какой-либо случайности, происшедшей с ней. и этот страх божественным промыслом возбуждается во всех подлинных делателях добродетелей для трезвения и постоянной ревности души, дабы она не дремала. Когда же страх этот возникнет в естестве, тот пес, о котором мы говорили, ночью и днем, подобно раскаленной печи, разгорается он и пробуждает естество. Как херувим бодруствует он и обозревает окрестности на всякий миг. И, как говорит человек, если птица пролетит поблизости, скакивает он и лает с неописуемо пронзительной силой. Когда страх бывает из-за тела, он от сатаны. Ибо такой человек усомнился в вере своей в промысл Божий. Забыл он о том, как Бог помнит о тех, кто заботится о добродетели и сам заботится о делах их на всякий миг. Как сказал Дух Святой устами пророка, «Отчи Господни на праведников, и уши его к воплю их, а помышления Господни на боящихся его». И, как бы от лица его, говорит он, делателем добродетели в другом месте, «Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедует о тебе и на руках понесут тебя». А также и прочее, написанное в стихах этого псалма. Итак, когда страх этот из-за души, из-за событий, которые могут случиться с добродетелью, если только не похищен он и не поврежден той или иной причиной, тогда это помысел от Бога и прекрасное помышление. И от промысла Божия это печаль и страх в душе и трепет, мучающий разум своей заботы. Вторая причина усиления и воспламенения пса, когда особенно возрастает вожделение добродетели в душе, ибо чем больше вожделения души к тому, что любит она, то есть к божественному помыслу, тем больше воспламеняется естественная ревность по отношению к добродетелю. А из причин ослабления и дремоты ее первое, когда вожделение добродетели притупляется и уменьшается в душе. Вторая же, как некий самоуверенный помысел входит в душу и поселяется в ней так, что человек уверен в себе и весьма часто думает, что ему не нужно бояться ничего, что может повредить ему. И тогда отбрасывает он от себя оружие ревности и становится словно неохраняемый дом, возле которого спит пес, оставив стражу свою. Ибо из-за такого помысла большинство этих мысленных домов бывает ограблено. Это случается, когда помрачается сияние пламени святого знания, которое в душе. Из-за чего это? если не из-за того, что или некий тонкий помысел воображение закрадывается в душу, или человек склонен слишком предаваться заботе о телесном, или у него слишком частые встречи с миром. Когда бы не согласился подвижник на встречу с миром, тотчас ослабевает душа его, особенно же при встрече с женщиной, а также если посещают его многие, при лицезрении их душа по необходимости обуревается тщеславием. Короче, когда бы ум кормчий не встретился с миром, уподобляется он капитану, который при мягком попутном ветре спокойно вел корабль по морю в сторону гавани и вдруг оказался выброшенным на рифы. Аудиокнига представлена порталом Предание.ру Продолжение в следующей части или на портале предание.ру Субтитры создавал DimaTorzok